Спросите его, а что такое в себе? Что такое совершенство? Не знаю. Так что же такое же достичь? Иди туда, не знаю куда, и принеси то, что не знаешь что. Мы не знаем, что ищем Бог. Где же этот образ? Его нужно исследовать. Найти этот идеал, который мы смутно имеем в сердце. Это как надежду, как веру, как стремление вверх, к развитию. Так и говорится в древних писаниях, что любовь дремлет в сердце каждого человека. В древнейшем состоянии. Никто не рождается уже совершенно сформированным. То есть требуется воспитание, образование, усилия. Может быть с потомой кровью человек достигает того, чего желает. Непростая задача. Тем более, если мы говорим о совершенстве человека. Но сегодня мы также поговорим и о несовершенстве. Мы как бы взвесим эти два понятия. Будем их сравнивать. Что же такое совершенство и несовершенство. Итак, вера. Вера говорит о том, что я становлюсь к совершенству. Но, тем не менее, я нахожусь в атмосфере несовершенной. Это лучше микрофон. Это звук лучше будет. Во всяком случае, я бы не буду привязан, как на цепи. Мне нужен маркер для того, чтобы я мог что-то на доске делать. Все же эта рампа, она немножко меня сбивает стол. Хорошо. Мы очень зависимы с вами от двух вещей всех. От приобретения, от потерь. Это вызывает стрессы, разочарования и сильную радость, надежду. В зависимости от того, что мы сейчас переживаем в жизни. Потерю или приобретение. И, конечно, каждый человек устроен так, что он хочет приобретать больше и больше. И накапливать больше и больше. Деньги, недвижимость, все что угодно. То есть, накопительство – это как бы одна из наших врожденных черт. Уже детям это свойственно – присваивать что-то себе. Или отбирать игрушки у других детей. Или что-то достигать, требуя, кричая. То есть, есть этот эгоизм, это чувство собственности, оно врожденное. Это вот обычное явление человеческое. Вот такая его природа, говорится, эгоистичная. Если бы, о, так хорошо. Если я посмотрю на мир животных, они так же устроены, как малые дети. Очень похожи. Тоже борются за кусок какой-то там, за партнера, за жену. То есть, они тоже отставят свое право наслаждаться жизнью. Каждый считает, что он имеет первостепенное право наслаждаться жизнью. Каждый считает, что его жизнь какая-то исключительная, особая, ценная, важная. В этом нет ничего плохого, но нельзя злоупотреблять этим. Мы не должны думать, что наша жизнь лучше, более особенно, чем жизнь других живых существ. Это уже злоупотребление разума. Оно особое, безусловно. Мы ведь один раз живем вот в этом воплощении. Здесь какая-то очень важная задача, которую нужно выполнить. От рождения до смерти у нас есть период, задача. Нужно его из мной выполнить. Если мы не выполняем эту задачу, то как обычно, если школьник не свалит программу какого-то класса, на второй год его, так? Цикличность начинается. Повторяющиеся циклы. Называется самсара на санскрите. Рождение и смерть. Рождение и смерть. Рождение и смерть. Для вечной души это зло, говорится. Не верите? Ну как? У вас есть опыт. Мы не наведим смерти. Мы ужасно боимся смерти. Ужасно боимся потери. Если вы вряд любимого родственника или ребенка, это ужасно. Ужасно пережить. Мы знаем, как это ужасно пережить. Родителям, другим, близким людям. Это зло, настоящее зло. Смерть. Но древние говорят, причина тому рождения. Родившийся обязательно. Умерший заново родится. Итак, это временное существование в этом деле. Оно имеет свою ценность, если это тело человека. Особое назначение, безусловно. Что такое? Избыточный разум у человека есть. Это необычная вещь. Избыточного разума нет других видов жизни. Не существует. Их разум, он есть. Но он поглощен желаниями органов чувств, которые стремятся наслаждаться запахом, вкусом, осязанием, сексуальным наслаждением, набиванием желудка. Когда весь разум полностью поглощен с головой вот в эти вот переживания, ощущения, добычу. Как бы у животных нет избыточного разума, которые бы они смогли со стороны посмотреть. Почему так все устроено? Ну почему? Чтобы поесть, я должен с кем-то драться, или кого-то съедать живьем. Или применять силы, чтобы выжить. Почему мир так жестоко устроен? Животное не сможет быть. Нет избыточного разума называется. Или свободного разума, освобожденного разума. И вот у человека есть вот этот дар. Освобожденный разум. Часть. Часть разума поглощена в те же самые функции, как в животных. У нас тоже есть чувства, органы восприятия. Желудок, гениталий, язык. Все это нужно будет говорить. Это очень настоятельная потребность. Все эти функции очень настоятельные. Природа вызывает. Это нужно делать. Мы вынуждены это делать. Ведь часть разума не заняты опять. Как бы свободно. И вот тут мы спрашиваем. Как бы со стороны смотрим на жизнь человека. Вот этим избыточным разумом. Как бы наблюдаем себя, других. Сравним, оценим. Пытаясь сделать его. Почему? Почему так с устроен? Почему жизнь именно такая? Вы не найдете ни одной собаке, которым она больше не дороги задумалась. Но почему жизнь такая собачья вообще? Не найдете? Нет. Животное не думает. А человек, да. Погружается в депрессию. Часто. Задумывается о такой жизни. Потому что не надо выхода. Вот стоит только задуматься об этом. Ну а какой выход? Зачем вообще об этом говорить? Легких устраивает. Сбивают с лук у массы людей. Выхода-то все равно нет. Быть или не быть, это вопрос неразрешимый. Есть в душе, а нет в душе. А вы на уровне логики не сможете, не доказать опровергнуть. Так касается и Бога, тоже и вообще. Смысла жизни. Нет такой истины, знаете. Доказать. Всего взять, показать в пробирке, слить все это. Вот он, ваша абсолютная истина. Нужно ли вообще рассуждать об этом? Вот для этого и нужен истыточный а. Сначала вопрос. Тогда следующий вопрос. А где брать ответ? Если я спрошу себя, а смысле жизни? Я не знаю. Вот если я обращусь к этому вот устройству здесь вот. А ну не знаю. Понятия нет. Отпирается только на тот опыт, который вот есть. От рождения вот этих самых лет. Все. Что было до рождения, что будет после смерти. Но никто не знает об этом ничего. Из опыта живущих нет такой информации. За пределами нашего восприятия информации такой не существует. И вот смотрите. Почему прибегаем к ведам? Это информация. Она существует. Но как она называется? Что это вообще? Веда. Ведическая культура. Ведические знания. Сейчас они обширно начинают распространяться. Люди начинают принимать все больше и больше человеческую культуру и знания. Почему? Разумные люди. А вот и с ним в безбыточном разуме. Веды делятся как бы на три составляющие. Шрути, Смрити и Ньяя. Не сложно. Не думать. Ничего сложного. Шрути означает услышанное знание. То есть буквально перевести. Знание, полученное свыше. Вы этого не наблюдали. Вы этого никогда не думали об этом. Вы это услышали? Слышали пришли. Шрути называется. Любое священное писание относится к этой категории. Например, в Библии эти заповеди откуда они пришли. Шрути называется это на санскрите. Услышанный Моисей услышал. Пророк услышал голос с неба и эти скрижания писал. Услышал то, что он слышал, то и записывал. Он их не придумал. Шрути. А откуда этот Коран? Пророк Мухаммед слышал. В течение его жизни, опять пишут биографы. 15 тысяч было примерно явление Ангела Гавриила. И он ему что-то говорил. И вот это и составляет собственно Коран книгу. Это услышанное. Это нельзя придумать. Сочинить. Потому что Абла Рушет. Сверх человеческого понимания или восприятия. Наши органы чувств не так сильны, чтобы видеть будущее. Разум, любовь. Или видеть прошлое. Или видеть суть вещей. Или видеть контролирующую силу этой вселенной. Мы не видим ее. Нам даже кажется, что ее вообще и нет. Сейчас мы об этом поговорим. Причина наших несчастья в том, что мы не сотрудничаем с высшими силами. Только с низшими сейчас сотрудничаем. И вот оттуда это и есть источник страны. Проблемы. Если вы будете сотрудничать с высшими силами. Вы увидите, как жизнь преобразится. В одночасье. В одночасье. Это так же, как если вы спали и вдруг проснулись. Сразу же это происходит? Нет. Сразу. Вы болели, вдруг поправляетесь. Сразу чувствуетесь по-другому. Сразу. Быстро. Вы чувствуете. Все лучше. 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 Потому что высшая энергия входит в вас. Шрути. С этого начинается. Сначала звук. Вначале было слово. И слово было у Бога. И слово было Богом. Да, гласите. Насколько помню, я цитирую правильно. То есть божественный звук. Шрути. Откровение свыше. Не путайте с контактерами, пожалуйста. У меня о этом речь идет. И именно Шрути. Шрути означает. Это знание абсолютно применило каждому. Вот это Шрути. Я тоже идет слетаю. Чуть спрашиваю. У кого-то. Я говорю, вам нужно принять такое-то лекарство и выздороветь. Это не Шрути. Есть другие контактеры с другими силами. Вы затруднили с нижней, с духами, с чем угодно. Не будете. Мы говорим сейчас о абсолютном знании. О высшей энергии. Высшая энергия это то, что поддерживает все живые существа. Она абсолютна. Например, когда говорится, возлюби Бога и ближнего. Это абсолютное знание. И применимо каждому живому существу. Абсолютно каждое живое существо нуждается в любви. Абсолютно каждое живое существо. Это есть признак жизни. Это природа общая для нас. Абсолютная природа. Никто не откажется от настоящей истинной любви. И, конечно же, самый большой стресс мы получаем. Несчастье, когда мы теряем любовь. Или не можем обрести эту любовь в жизни. Это смысл жизни. Любовь имеет божественное происхождение. Как вы видите, она не управляема человеком. Я не могу по собственной воле заявить, иди сюда любовь. Пора мне любить. Пора любить. Хочу любить. Я хочу быть любимым. Нет, это каким-то образом нужно по-другому привлечь эту энергию. Как сказал один святой, не стремитесь увидеть Бога. А поступайте так, чтобы он вас сам заметил. Так вот, что же нужно делать, чтобы любовь озарила меня вот эту шруть и откровение слышать? Она в сердце дремлет. Но как ее пробудить? Вот этот звук, трансцендентный звук пробуждает эту любовь. Он сначала выражает какие-то правила, предписания, законные, были заповеди. Там 10 заповедей. У кого-то больше заповедей. В каждой традиции есть свои заповеди. То есть запреты и дозволения. Что надо делать, что не надо делать. Для чего? Для избыточного разума. Совершенно верно. Вот почему нам нужны руководства, инструкции, правильное предписание животным. Не нужно там избыточного разума. Делает все природа. Но я могу пойти вопреки собственной природе. Человек может заключить однополый брак сейчас, что угодно может делать. Я ничего не хочу сказать. Я просто говорю о том, как он пользует свободный выбор. Я не занимаюсь сейчас ни политикой, ни чем-то еще. Ненравственностью даже. Я просто обсуждаю сейчас суть нашей жизни. Как мы используем этот разум избыточного. И поскольку есть это свода выбора, я могу злоупотребить или ошибиться. На основании своего птека, на основании зависти, могу совершить ошибку. На основании жадности, могу совершить ошибку. На основании Бога, не могу совершить ошибку. Даже великие цари Библии, такие как Царь Давид совершали ошибки. Царь Давид на основании своей влюбленности вынужден был украсть чужую жену в Версале. Не просто украсть, а уничтожить ее мужа. Очень хитрый образ. Это был святой царь. Тем не менее, под влиянием в вожделение он совершил такой неблаговедный поступок. За что потом он должен был страдать, расплачиваться и каяться. Результат его покаяния родился у него хороший Соломон. Царь Соломон это, после Давида, был более разумным. Но он тоже имел страсть к женщинам. Он тоже слышал ошибки. Все живые существа, написанные вверх, имеют четыре недостатка. Мы с вами, великие люди, любые чувства несовершенные. Склонность подать в иллюзию. Склонность подаваться обману. И что за четвертку еще? Чувства несовершенные. Склонность подать в иллюзию. Обману. Обманывать других. Ошибаться. Совершать ошибки. Совершать ошибки. Свойство ошибок. Это четыре недостатка. Поэтому есть вверх. Шрути. Следующее. Смрити. Это другая составляющая. Вверх необходимых. Услышите хорошо. Но есть еще хроники. Исторические хроники. Смрити. Это то, что мы можем наблюдать, видеть, запоминать. Смрити означает запоминать. Я видел. Я опираюсь на этот факт. Историчный факт. Этот факт из моей жизни. Это все. Смрити. Это событие. Это история. Это записано. Это тоже наука. Это тоже ведо. То есть мы учимся также на каких-то практичных вещах, которые вокруг нас происходят. Ну, практики. Например, я могу не знать никакой философии, ничего не слышать. Но на уровне опыта и эксперимента тоже могу понимать, что хорошо, а что плохо, а что работает, а что нет. Я, скажем, доктор-практик. Не теоретик. Все что угодно говорить, а вот не работает. Например, сейчас. Как вот Аюра Виагана. Она сейчас полностью не работает. В наше время. Потому что изменилась жизненная сила в природе. И человеческая жизненная сила изменилась. Сила растений изменилась. Сила воздуха и воды. Все изменилось. Энергетика. Поэтому в полном смысле слова применить аюриды сейчас мы не можем. Аллопатическая медицина, она действует. Вы говорите, когда берете какую-то химическую таблетку, влияет результат на лицо. Симптомы хоть что-то еще. Аюриды сейчас используют больше как новую жизнь, как предупредительную, профилактическую образ жизни, чтобы вы были просто, в принципе, здоровы. А лечение мы более-менее пользуемся уже, конечно, аллопатическим современным. Или хирургии, или что-то еще. Но когда-то доктора могли лечить просто словом. Просто водой. Не говоря уже о травах. Какие травы были. Это описано еще в Ведах. Примерно еще несколько тысяч лет назад в Гималаеве находили санживани. Есть такая фирма, санживани индийская называется. Санживани – это растение, которое дает энергию человеку на полгода. Не много принимаете санживани и полгода можете поститься. Такие каналы открывают. Сейчас это растение тоже санживани, но уже не такой силы. Так, и меняется. Я вот недавно был в Петербурге. Вдруг пригласил на дачу погостить у него. Я приехал на дачу. Там соседка. Он сказал, ты знаешь, у соседки там такой рай вообще. Вот иди посмотри, как она вообще общается с природой, как наборачивает растение. И он попросил, она вас пригласила. Я был удивлен. Я не узнавал, что там у нее. Там обычная елка. Я ее не узнал просто. Как она научилась его постригать, общаться. Она растет уникальным образом. Вы не узнаете это растение на совсем другое. Рука от человека вообще не с человеком не совершенно трансформируется. А когда-то, когда я был в Суридской тайге, я не мог представить, что это какие-то поля бывают. В четыре аквата. В тайге, я знаю, в чистом месте. Совсем все по-другому. А когда я был в Калькуту, я увидел, там такие районы бывают тяжелые, есть богатые, есть тяжелые районы, где нищета, еще страшно, честно скажу. Если вот первый раз такое вы можете увидеть в жизни, вы можете потом из три дня не выходить из этого стресса. Очень тяжело увидеть, конечно, как люди могут жить вот у таких, ну, совершенно даже не ужасных, я бы сказал, адских условий. Сейчас, я думаю, меньше таких районов. Но когда я впервые приехал в Индию, мы столкнулись с таким моментом. И животные, коровы, какие-то также в городе несчастные. Несчастные, такие язвы, карточащие раны, или что-то, какой-то мусор, по-моему, что находят, едят. Такие картины. Но мы отъезжаем от Калькуты всего два-три часа. Там, знаете, ганга, поля рисовые, пшеничные, острова деревни, чистота, изобилие. Четыре раза в год земля дает урожай, просто изобилие всего. Какая-то нищета вообще. Так не может быть такой нищеты. Дерегия обычно. Я видел дорогу руков. Красота. Такие, знаете, белые. Такие шкуры. Такое здоровье. Такая уверенность. Такое спокойствие. Кругом покое такое. Видите, как среда. Разная среда. И по разному проявляемся. Итак, смрите, я видел. Я могу доказать, что это факт. Вот вы не верите, а я видел это все. Интересный случай в моей жизни. Я когда-то еще давно, мне было 20 лет, я был на Сахарине. На юге Сахарине. Вообще я жил на Сахарине. На юге Сахарине есть город Корсаков. Самая южная часть. Там уже пролив Перуза. И даже иногда можно видеть Хоккарди, Японию. На горизонте. Вверх на Кавконе. И этот остров заканчивался обрывами примерно вот в такой высоте. Вот до этого нашего потолка здесь. Такие вот обрывы морские. Очень красивые были. 20 лет мы. Я вас уверяю, что так было. Потому что если вы сейчас поедете туда, обрывов у них там нет. Вот такой перегорик остался. Я вас абсолютно уверяю. Я свидетель того. Это называется смрите. Вот старики сказали то-то, то-то. Сейчас мы этого не видим. Но они говорят. Это уж так. А вы знаете, что написано в Махабхарде? Мы сейчас не поверим в это. Это смрите называется. Это было записано и запомнено. Потому что это были исторические хроники. Факты. Люди владели ядерным оружием. Написано там. Хотя пользы слугами и стрелами. В действие оружие вызывалось мантрами. А переносилось обычной стрелой. Вот стрела. Вы стреляете стрелой и она летит. Просто ее в полгорода летит. Скажите, что вы, я такого никогда не видел. В Махабхарате написано. Верил кто-то видел. Смрите. Это раздел смрите. Вы должны принять. Кто-то свидетель этому. И не я, я. Третий раздел вверх. Это логика. Все, что вы слышите и все, что вы видите и описываете, должно также подчиняться законам логики. Это логично. И тогда это называется ведическое знание. Опыт, наблюдение, логика. И обязательно вы должны слышать. Сердце научиться. Слушать звук. Как мы научимся слышать? Слышать свое сердце. Только один способ можно. Нужно научиться слушать других людей. Если вы не слушаете других людей. Не умеете. А ничего вы не слышите в собственном сердце. Закрыться. А то вы не можете слушать. Интересно. Скучно. Или считаете, что вообще нет смысла слушать. Главное сказать свое мнение. Вот так. Но если вы начинаете слышать. Вы начинаете слышать свое сердце. Переживать. Чувствовать. Понимать. Сердце. Но это искусство. Искусство сейчас утрачено. Сейчас наука о слушании фактически отсутствует. Хотя это главная наука в успехе нашей жизни. Главная способность человека это слушание. Это первый шаг к цивилизованной жизни. Называется шрава на тасанскрите. Первый шаг. Шрава. Учись слушать. Не так ли мы это приводка в школу. И что там говорят? Слушай. 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 И иногда. Повторяешь, что ты услышал. Слушай. 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 Если ты слышал. Можешь повторить. Если не слышал. То лучше молчи. Ты должен услышать. От того, кто знает. Вот это интересный момент. Обратите внимание. Есть вещи, которые я не могу. Не увидеть. Не логически вычислить. Но они существуют. Не могу применить дедуктивный метод. Исследование. Эмпирический способ. Какой-то опытный. Путем понять. Невозможно. Например. Ребенок. Ребенок. Общается с матерью, но отца никогда не видел. Ну и как ему узнать, кто его отец? Дедуктивный метод какой-то есть. Есть. Какая-то практика. Эксперимент. Я могу сначала гипотезу изложить. Возможно, вы мой отец. А возможно, любой мужчина такого-то отца может быть моим отцом. Возможно. На уровне гипотезы все возможно. Пожалуйста. А теперь исследуйте. Называется орога. Это никогда не кончится. Это совершенно неприменимая, непрактическая вещь. Как же быть в этом случае? Ребенок поступает очень просто. Обращается к матери. Мать авторитета. И спрашивает. Мама. Кто мой отец? Мать. Точно авторитета? Вернишь? Она говорит. Дорогой мой. Да. У тебя есть отец. Вот. Берет фотографию. Говорит. Вот этот подлец. Твой отец. Твой отец. И вы принимаете это. Потому что нет другого способа шрутить. Видите? А какой еще способ? Шрутит единственный способ познать то, что выше меня. При помощи звука это происходит. Ну хорошо. Как это вы все представляете? Слышать откуда? С неба? Или горящий куст должен в моей жизни тоже проявиться? Или какой-то там. Откуда я должен это услышать? Нет. Слышать означает нужно услышать в сердце. Из сердца. Из глубины сердца. Нет такой глубины. Не слышу. Нет. Не слышу. Я слышу что-то другое. Я сомневаюсь. Когда слышу, я все-таки сомневаюсь. Я не ясно слышу что-то. Там много всяких голосов у меня. Много сомнений. Я что-то услышу, а потом думаю, сомневаюсь. Тоже беспокоюсь. Ну где же? Как же? Не так. Мы должны найти человека с открытым и чистым сердцем. И услышать от него. И тогда вы увидите на собственном опыте, что этот звук проникает в сердце. А что это означает? Никаких сомнений не остается. Вот как вы влюбляетесь? Никаких сомнений остается? Видите? Что-то в среднем нету. Вот тут точно никаких сомнений нет. Влюбился, все, не сомневаетесь. Все. Ясно. Конкретно, ясно, все. Ярко, выражено, четко. Такая связь возникает сильная. Ну возможно она может быть ошибочная, экзорная. Но это все же пример. Что в жизни бывает такое, что тут мы не сомневаемся. Конечно, будьте осторожны. Сомневаться в материальном выборе всегда нужно. А вот слушать свое сердце нужно учиться. Не так, что после этой лекции мы выйдем сейчас на улицу, послышим свое сердце и начнем уже без ошибочного действия. Не так просто. Сердце нужно очистить. Вот для этого необходим разум. Разум нужен только для одной вещи. Понять, кто лучше меня, кто выше меня. Вот с этого и начинается проявление истинного разума. Сейчас люди как мы все равны. Нет никого выше. У каждого есть свое мнение. Каждый имеет право. Хоть вам 15 лет, хоть 20 лет. Все равно ваше мнение самое важное. Что там слушать? Кого еще слушать? Ну конечно слушать, если хотите, а можете слушать. Это ваш выбор. Нет, ответы говорят. Все начинается со слушания. Кто-то научится слушать. И если мы усвоили этот принцип, мы будем успешны. В семье, на работе, в личной жизни, в бизнесе, в общественной жизни, в социальной жизни. Да, так все просто. Почему? Потому что люди будут любить друг друга, когда научатся слушать. Так написано это. Если вы хотите, что нравится всем людям, умейте слушать. Это то, что каждый человек очень ценит в жизни. Что его выслушали и поняли. Вам цены не было для такого человека. Если вы его выслушали и поняли. Конечно, не все, что мы слышим, правильно. Но каждый человек имеет в сердце, в глубине истину. Вот и это нужно услышать. Остальное можно к этому нейтрально отнестись. К неправильным вещам. Не обращайте на это внимание. Это не важно. Вот яблоко перед нами. С дерева. Ароматное спелое яблоко. Но, с одной стороны, червивое. С какой стороны будете кусать? Ну, с какой стороны? С червивой стороны? Нет. С хорошей. Вот так же поступаете в жизнь. Это не важно. С червивой стороны, отверните просто ее и ешьте с хорошей стороны. Вот это настоящее общение. Вот это шрути называется. Или другими словами, нужно слышать эссенцию сливки знания. Потому что знание о проблемах тоже знание. Когда-то я переехал в карагантуру и дал лекцию студентам. Ну, по уровню сознания, простую лекцию для студентов. Меня хорошо приняли, поблагодарили и дали мне в подарок книги. Книги о Карлане, которые я никогда не читал раньше. Мы, наверное, слышали, что такое Карлана. Страшное место было в свое время, где людей ссылали, расстреливали, там, репрессировали. Ну, в общем, тяжелое место. Подземные вещи я видел, эти казематы там. Вот эти книги описывали те события в тех временах. Страшные, страшные. Я пришел на квартиру. Ну, так заглянул. Стал читать, я уже слышал. Я думал, неужели такое могло быть? Сколько жестокости, сколько крови, сколько людей. Боже мой. Все это всплыло. Я думаю, что это я слышал. А тут прямо было все написано подробно. Это исторические хроники, знаете. Смотрите, так сказать. Тоже знали. Я читал. Я читал, читал. Я уже 2-3 часа читаю. Я чувствую, что во мне вскипает ненависть к этим людям. Кто-то такую боль принес. Мне хочется отомстить, понимаете. Вмешаться туда. Что-то сказать. Я думаю, что что-то неблагоприятное происходит. В меня входит какая-то плохая энергия. Злоба в меня стала входить. Гнев, раздражение. Но я все успокаиваю. Я говорю, ну это же правда. Читай, читай. Это же правда. Так вот, Шрути – это эссенция правды. Не всю правду нужно принимать. Нужно выбирать лучшую правду. Высшего качества. То есть в трех гунах материальной природы правда бывает. В низших гунах невежества, в страсти и в добродетели. Человек должен принимать гуну добродетелей. Нейтрально относиться к страсти и отверганию невежества. Несоприкасаться с ним. Это принцип успеха. Попробуйте. Непростая задача. Ведь хочется вмешаться. А как быть с этим? Желание отомстить. А как быть с обидой? Обидой – это невежество. Нужно отвергнуть это. А как отвергнуть? Она вошла в мое сердце. Я спать не могу. Я есть не могу. Я глубоко потрясен. Я расстроен. Так со мной пошли. Не так. Или с каким-то человеком. Что делать? Кануть вне. Кануть вне. Как отстраниться в этом все? Страсть означает богатство, красота. Материальное и социальное положение человека – это все. Энергия страсти обеспечивает. Хорошей организацией. С собранностью, образованием, внешней красотой. Уверенностью, сильным характером. Уметь любить и ненавидеть – это страсть. К ней нужно нейтрально относиться. Мне нужно беспокоиться, что это богатое. Если мы видим, что кто-то богатое, может прийти мысль. Я тоже так хочу. Нет. Успокойтесь. Не надо торговать. Это десятое затопить евгейское. Не завиду. Успокойся. Не надо смотреть на других. Теперь вот входит красивая женщина. Что мы должны делать мужчинам? Ничего. Правильно. Успокойно продолжайте сидеть. Чего решили? Может, что-то девушка. Ничего надо делать. Занимайтесь продолжаться своим делом. Но страсть бывает с толку. Красивая женщина появляется, и мы забываем, что мы что-то делали даже. Даже забываем, что рядом жена. Да, можно забыть. Это страсть. Так же дети избивают с толку. Женщины избивают с толку. Власть избивают с толку. Вино. Наркотики избивают с толку. Это уже страсти. Не вежливо смешиваются вот эти гуны. Итак, нейтрально относиться к страсти нужно. Оставайтесь спокойными и равновешенными. Не смотрите на чей-то успех или поражение. Не в этом дело. У каждого есть свой путь. Это нормально, что происходит. У вас есть свой путь. Средоточность на нем. Очень важно прожить свою жизнь и чужую. Не подражать никому. И так Шрути должен знать, что же для меня важно в жизни. Это же моя жизнь. Да, другой человек ценит это. Но что я ценю в своей жизни? Кто я? Зачем я нужен? Почему я родился? Зачем я здесь жил? Ученые говорят, что вот пока мы здесь сидим, вот каждую секунду сейчас, считайте, каждую секунду, каждую секунду, триллионные операции проходят сейчас в нашем теле. Триллионные операции, триллионные операции, триллионные операции, секунды за секунду и тут такая работа внутри идет. Зачем все это? Еще кроме этого, смотрите, Вселенная, столько энергии тоже вокруг нас, что творится, посмотрите, а тут на планете что-то происходит тоже. Какой оборот идет мощность. Какие силы работают, боже мой. А для чего? Чтобы я просто деньги зарабатывал? Как вы говорите? На работу ходил. Я еще толкнул деньги и прятал. Для чего триллионные операции работают, Вселенная, Солнце сжигается, звезды, волна, млечный путь. А Вася на работу должен ходить, болты и гайки точить нужно. Потом деньги копить, прятать куда-то. Это же паранойя какая-то. Это же просто сумасшествие. И этот вот этот сбыточный разум говорит, да, смешная картина. Если со стороны посмотреть, очень смешная картина. Вся человек здорово может смотреть со стороны на других, только вот на себя трудно смотреть со стороны. Когда кто-то на правду говорит, ну, мне очень приятно. Вот в постах попали, да? Кто-то вот увидел в момент совершенства. Неприятно мне. Ну, а как учиться тогда? Если я буду скрывать свои недостатки? И только хорошее себя слушать, если я. Нет, кто-то должен сказать так же мне и правду. Но с любовью. На благо, чтобы помочь мне измениться, стать лучше. И если там есть любовь, мне нетрудно измениться. Если там нет любви, и кто-то меня учит, невозможно измениться человеку. Нет. Палкой невозможно. Он, конечно, подчинится вам. Но в сердце он не изменится. Он вас отдаёт просто на обиду и зло, он ещё хуже станет. Не вбивайте истину палкой или силы. Никакого насилия не применяйте. Здесь нужна любовь. И по нашему состоянию мира мы сейчас видим, что сейчас любви меньше и меньше, потому что очень трудно сейчас изменить какого-то человека. даже близкого человека, даже собственного сына или дочи. Почему? Очень уязвимы к наставлениям. Обижаются. Так обижаются, что жить не хотят подростки. Так тяжело слушать о себе правду. Вот в каком мире мы сейчас живём? Стрессы и страх оказываются. Кто-то говорит, ну, я вот живу, хочу есть, ем, захотел время, что женюсь. Ну, то есть жизнь моя напомнила событиями, не так? Я хочу и делаю это. Не ошибаетесь так. Не совсем так, как это сейчас звучало. А что у тебя делать, если пищу у вас не будет? Мы же ем не только из желания. А мы же прекрасно понимаем, если мы есть и будем, мы умрём голодной смертью. Страшно оказаться без еды. Страшно. С одной стороны, есть желание есть, это хорошо. А с другой стороны, страшно оказаться без еды. Поэтому я ем со смешанным сознанием, с желанием и в страхе. Одновременно то и другое. Вот это материальное наше сейчас существование, пронислено вот этим беспокойством. А почему кто-то будет жениться или замуж? А потому что, если не будет личной жизни, вы будете страдать. Любовь зла. Знаете пословицу? Не буду заканчивать. Да, нужно, нужно тестировать, но вынуждены, наверное, жениться вы и замуж. Потому что, а как быть? Мне нужны близкие люди, нужны дети, иначе я страдаю. То есть, природа меня вынуждает есть, вынуждает создавать семью. Видите? Вот такая же сторона существует. Почему же я это не могу делать вот так вот под давлением обстоятельствами в моей жизни? Почему я не могу получить настоящие желанные вещи? А мне просто приходится есть то, что сейчас в магазинах продают, и замуж владеть из-за того, за кого приходится переживиться. Далеко от идеала, но что делать? Пора уже к этому, нет времени ждать. Журля в небе, журля в небе, хотя бы снизу руки выдержать. Так в народе говорят что-то. Может не до этого, иначе я вообще все пропущу в свою жизнь. Вот какая странная реальность. И, таким образом, вот эти страхи, страх и желание, это две как бы основы нашего существования. Я делаю из желания что-то и из страха. Отсюда возникают стрессы, определенные напряжения в уме, в психике, в физиологии, блоки всевозможные. Как мы видим, что людям сейчас нужно время, чтобы как-то вот общаться, знаете, так раскрыться. Осторожно очень это делаем. Мы побаимся друг друга. Человек-человека боится сейчас в временном мире. Не очень доверяет им. Нужно узнать ближе, как это вы знаете. Не сразу это происходит. Вы скажете, это естественно. Нет. Смотрите, говорят, это не естественно. Это сейчас так происходит в вашем мире. Если вы поедете в какое-нибудь святое место, не в какое-нибудь, но в хорошее святое место, в настоящее святое место, то вы видите, что там этих факторов не существует. Люди сразу общаются с доверием. Им даже секунды не нужно, чтобы как-то преодолевать какие-то барьеры психологические. Сразу же. Я был в Риндау. Это северная часть Индии, недалеко от Дели. По пути Тадж-Махал трасса идет. И Дейжан где-то километров стоя, я не знаю, до Тадж-Махала, ну около этого, не помню точно. Там есть место в Риндау. Но оно уже знаменитое на весь мир. За это время оно стало очень известно. Это международное место. Весь мир туда приезжает к местополубличству. Вы там чувствуете себя как дома. Можете общаться с кем угодно на любое дело. Нет страха. И в той среде, где нет страха, все по-другому. Там собираются и люди, и животные тоже. В Террице очень много. Все живут в городе. Никто не причиняет никакого зла и никого не боится. Просто знают природу друг друга и все. Обезьян, например, очень много. Коров тоже, видимо, мир. Свиньи тоже там живут на мощной дороге. Настоящие дикие свиньи. Там мурудуков, там же очень много других. Птиц, попугаи и прочие. Совы и не знаю. Только нет. Пойдете на ему, но там летающие рыбы вечно вылетаются. Черепахи, там просто видимо-невидимо тоже. Собаки, конечно, тоже. И неизвестно, кого еще больше. Животных там или людей. Обезьяны известны своей хитростью. Это их природа. Вы должны знать об этом. Иначе, если мы не будем интересоваться этой природой живых существ, мы начнем причинять им насилие, изгонять из своей жизни. Вы не увидите ни в одном городе в России, чтобы животные жили полноправной жизнью, как и люди. Нет. Человек изгнал своих животных. Зачем тут собаки и прочее? Они кажутся сейчас вредными, ненужными, лишними. Но это в этой среде. А в другой среде они не вредные. Их интеллект подобен человеку. Очень близок. Они очень чувствительные собаки. Если они живут в определенной атмосфере, где есть любовь насыщенная, они совершенно по-другому. Они не бешеные. Они его не кусают. Они уважают. Они уступают дорогу. Собаки полноправные члены общества. Но это можно видеть в определенной только атмосфере и среде. Свиньи знают свою работу там. Они на обочной дороге и прочешают канавы источные. Это их работа. Там они питаются. Естественно, они все осенизаторы. Если свинья перебегает дорогу какую-то, где ходят люди, она знает, что нужно быть очень осторожной, никого не задеть. Потому что она не чистая. Она вот так вот, между вами вот так вот старается пройти. Не вы, а она. Она разумна. Значит, у человека нельзя скормять, я грязный. В определенной атмосфере она знает себя. Хорошо понимает себя. Обезьяна смотрит на вас. У вас хорошие очки. Прекрасные. Секунда. Магдайка нет. Прыгает его на плечо. И вы без очков. И она далеко не убегает. Потому что атмосфера хорошая. Она садится напротив вас на заборе и показывает им очки. Вы должны понять этот знак просто страха. Иначе начнет их ломать на ваших глазах. Чтобы вы быстрее думали просто. И все западные люди просто не знают, что делать. Он тут с обезьяночки украл. И что же делать? Они не понимают, что он как поступить в этом случае. Видите, что нау приходит это ружье и выстрелит. Ну, обычный западный металлитет. Избыточно разу так работает. Ну, любое местное житель знает, что нужно делать. Просто протягивает банан ей. Она берет банан, возвращает очки. Включается. Честный ответ. Так же мне иногда берут туфли у вас. Тоже меняют на банан. И еще более хитрые вещи делают, которые непостижимы для нашего разума. Они могут даже имитировать походку человека. Войти так, что вы не заметите, кто вошел и кто вышел. Меня обмануло, что это как-то обезьяно. Она ушла прямо в мою комнату. Я думал, что зашел мой сосед. Он выходил туда-сюда, туда-сюда. Обезьяно это криво уловило. И так же раз он вышел. Она тут уже зашла, подошла. Она куда нужно взяла, что нужно. И так же вышло. Только хвост берет мой, знаете. Странно. Хвоста у него друга нет. Так только понял, потому что здание общество. Она в точности имитировала этот ритм, эту походку. Они природные хитрые существа. Их природа хитрится. Должны знать, что обезьяны не обижаться на нее. Она невинна. И однажды обезьяна рвала одежду. Ну вот так же стянула одежду и ръет зубами. И смотрит в глаза. Кто-то из моих друзей, новичков, взял палку в реками. В руки. У меня есть на жизнь и сказала, нет, 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 нет. Так нельзя. Ты знаешь, кто это? Это энергия Бога. Это обезьяна. Ты не должен применять насилие на ней. Ты должен понимать, как с ними жить. Они не принесут тебе зла, если ты не вижешь знания. Если ты в неверусе, то ты будешь всех просто уничтожать вокруг. Кто тебе мешает. Объявлять их врагами природы или враждебной силы природы. Или что-то еще. Комары, мухи, малярии и прочее. Так много, знаете, врагов у нас развилось в природе. Болезней очень много. А ведь на самом деле не в этом дело, а в атмосфере все дело. Вы думаете, в этом зале нет болезни творных микробов? Полно-полно. А почему они вас не трогают? В этом зале полно-полно очень тонких существ. Очень много здесь и сейчас. Это же общественное место. Почему они вас не трогают или беспокоят? А потому, что вы сейчас стоите на своем долге. Пока вы спонтанны долгами, никто вам не навредит. Нужно знать, в чем ваш долг. Это вашу жизненную силу пробуждает. И вы в этой среде живете, где есть много плохих и хороших вещей. Но почему вы становитесь доступны для плохих вещей? Почему какой-то микроб в нос заползает и все, и вы падаете потом? А рядом человек сидит? Нет. Карма разная. Среда одна и та же. Карма разная. Поступки разные. Умоностроения разные. От нашего умоностроения и поступка зависит иммунная система, жизненная сила, как она работает. И так, постепенно живя в страхе и стрессе и недоверии, мы теряем эту жизненную силу, способность, силу жить. Желание само жить сейчас очень слабо. Мы сейчас скажем, ну давайте соберемся. Начнем жить совершенно образом, скажем, здорово. Только нет силы. Как бы лень. А если кто-то скажет, а пойдем сейчас сделать набор им ямы, получим 100 тысяч долларов. Пойдем. Не лень. За деньги могу делать. Но вы знаете, когда вообще речь о деньгах, это наша жизнь. И когда между людьми появляются в этот счет, в этой прослойке общения деньги, они сковывают нашу жизнь и усилие. Вы не можете раскрыть сердце в этой ситуации. Вы не можете вернуть свое изначальное состояние. Вы садитесь с самолетом, с туалетом. Они улыбаются и обслуживают за деньги. Вы что, запомните это? На всю жизнь? Такие отношения теплые. Они плачут. Приятно. Приятно. Но не глубоко. Я работаю. Я работаю. А вот когда не за деньги, а бескорыстно, это проникает в сердце. Вы думаете, боже мой. Неужели есть такие люди еще? Вы всегда рассказывали, кто будет. Вот человек помог ему. Просто так. Столько сделали. Хорошо. А многие из нас благодарны своим родителям. Уж самое бескорыстное существо подошли. А кто-то вот так вот помнит это? Нет? Тоже забываем. Понимаете? Потому что о себе больше думают. Для себя это понимаем. Безответная любовь к матери. Как правило. Она не получает такую же любовь от своих детей. Сейчас. Сейчас. В наше время. Все меньше и меньше, что уменьшается. Дети быстро сбывают своих родителей. Поэтому родители не надеются на детей. Они надеются на свою пенсию, на свои накопления, на свои личные накопления. Он вырастет мало ли что. Нет. Вот. На пенсию прозреватель остается. Отношений нет. Ни денег. Отношений нет. Устроил. Так куда же направлен наш этот разум? Что же мы хотим? Сейчас мы в неверном направлении направим. Для себя. Для себя. Для себя. Для себя. Любой ценой для себя. Был один мудрец религий в древности. Он создал философию материализма. Ну как бы всегда был материализм, но он создал философию материализма. Он сказал кроватую фразу, которая вдохновила всех людей. Он имел много последователей. Он сказал, что каждый человек должен ездить на основе. Вдохновляет вас, нет? Нет, не вдохновляет. Знаете, слоны как-то не очень вдохновляют. Минцы слоны как-то не практичны, не работают. Хорошо, давайте перефразируем. Каждый человек должен ездить на… как называется эта машина? Феррари. Круто это, нет? Банкин. О, Феррари. О, Феррари. Скажите, о-о-о. Вот этот человек понимает нас. Феррари точно. Вот он примерно такой сказал, что как все должен ездить? На слонах. Это самый лучший транспорт. Это лучше, чем Феррари, на самом деле. Потому что слон идет по бездорожью, как, знаете, как по облакам. Очень мягкий транспорт, знаете, вот в Жайфуре, сколько этих слонов, чтобы подниматься на высокие горы, там, на царские дворцы. Дорог там нет. Только на слоне. Он мягкий, как будто облаками клоют, по бездорожью. Но 40 килограмм пищи сзади приседствует. Дорогое содержание у человека. Поэтому не все могут ездить на слонах. А вот этот Андреев сказал, каждый человек ездит на слоне. Люди говорят, вот это уровень жизни. Это математическая база. Это то, что у нас в сердце, он просто в сердце заменул наше. Посмотрите. И он сказал, главное в жизни наслаждаться. Есть масло. Вот, есть хлеб, а еще и с маслом, он сказал. Гей, чистая гей, это наслаждение наслаждение. Чистая гей, это топливное масло. Вот любой продукт возьмете, овощ сварите или рис отварите. Если добавите гей, деликатес становится. Так вот, человек должен есть гей и ездить на слонах. Феррари и как сервмазка вообще. Ну, чтобы все желания исполнили, что вкусно, сытно и тепло, как бабушка моя говорила. И он говорит, если это главное в жизни наслаждаться, то какая разница, какой ценой вы это приобретаете. Ведь после этой жизни ничего нет, он сказал. Жизнь одна. Поэтому причинились мораль, совесть, какая-то религия, заповеди. Ну, сами подумайте. Вы умираете, и после вас остается кучка пепла. Все. Поэтому ты можешь. Выпросить просто эти деньги. Занять или и не отдать. Или своровать. Главное, чтобы не было свидетеля. И все, как разница, кто-то был эти деньги. Главное, это масло есть. Единственное слово. Это древняя-древняя философия. Вы, наверное, уже узнали, что эту философию узнают все почему-то. Хотя они преподают таким открытым образом в школе. Как это случилось с этим? Что все хорошо понимают эту философию. И имеют эти знания спонтанно как бы. Знаете, на чем это здесь жди с этой философией? Основа есть, источник, семейственной философии. Я исключительная личность. Вот это мы все обнаследовали. Будете в школу? Это хорошо, конечно. Вас получают. Меня тоже получают. Как получают? С чувством превосходства. Вот педагога говорит. А ну-ка, думай этой головой своей. Балбец. Тупица. Сколько раз говорить можно было? Вот есть в Азии отличник. Смотри, видишь, какой хороший отель. Тупица. Чувство превосходства. Родители говорят то же самое. Глупый, малый счет. С чувством превосходства. Видите, вы нашли учебное заведение. Там та же картина, только информация меняется. С чувством превосходства. Информацию мы все с вами задуваем. А чувство превосходства остается. Образование. Получили образование? Диплом. Чувство превосходства, значит. Я образованный человек. И это чувство превосходства говорит мне то же самое. Ты должен есть масло. Лизис на слоне. Лучше труднее жить, не хуже труднее жить. Чувство превосходства, я усвою хорошо. И какая разница, если мы один раз живем, как я получаю средства для этого? Сварую ли или что-то еще, если это сделаю? Без свидетелей? Законно? Какая разница? Причем здесь свидетели какие-то? Морально? Какой-то Бог? Кучка пекла остается после меня. Или просто гроб на кладбище. Один раз живем. Вот эта философия, очень сверху, это корень. Это философия антиалистичная. Это и есть источник нашей страдания. Чувство превосходства над другими живыми существами. Вы, наверное, думаете, что чувство превосходства над человеком? Не ошибайтесь так еще раз. Я говорю еще раз, потому что эту шутку допустили уже в прошлом. Раньше так не было. Я считаю Махапарат. Битву на Куркшетре. Это грандиозное событие было. Сколько там людей погибло? 11 дней у него не постижили. Миллионы, сотни миллионов людей. Она описана подробно в Махапарате. Дронапарва, Пхишмапарва. Вот эти разделы описывают, что такое было. Битва на Куркшетре. Там участие принимали самые великие личности того времени. Величайшие воины. Основатели династии. Великие раджа Риши. Цари. Но они все должны погибнуть в тех, кто и бит. Все военные силы. Туда, перед началом битвы, когда все войска собрались, пришел один мудрец. Ясвятая его. Кто же записал все эти битвы? Он мог слышать. Он мог помнить. Он владел логикой совершенствий. Он записал сердечные произведения, обладая абсолютно чистым духовным интеллектом. Ясвятой автор. Махапараты. Пуран. Раздел ее на четыре части. Это не земной интеллект. Он находился в медитации, когда декомировал эти шлоки. И пробрел его найти писак, который успевал записывать за ним. Потому что это на одном дыхании все было. Песец был внеземной. Обычно бы человек не мог. Потому что это сутками напролет без перерыва было. Транс. Записывался в трансе. И вот этот ясвятейв пришел на поле битвы, призвал к миру сложить оружие. Но как мудрец сказал, что мир важнее. Зачем столько насилия? Мы все покупим, разрушим. Тут все великие единицы. Мы покинем. Что будет с нашими династиями? С продолжением рода? С духовными традициями, которые хранятся в семье? Ведь религия – это семья. Это не храмы. Это не конфессии. Это семья. Возьмите все заповеди религиозные. Это семья. Не убивай. Не кради. Не лги. Не забывай. Это семья. Это принципы семьи. И Иисус сказал об этом. Но никто не слушал. В чем быть того и не давать. Судьба по-другому распределилась. Я с этого понял, что судьбу не изменить. И с горечью во глубокая печаль уходит. Что если будет гибнуть великие личности планеты? И он отошел. И увидел. Какой-то паучок бежит сломя головой. Знаете, так вот. Он пытается пересечь вот эту дорогу, по которой он бежит. Просто в панике какая-то. А я с этого понимает язык. Живы, если честно. Я говорю, куда ты так спешишь? Паучок говорит, раз это не знаешь. Сейчас начну свои действия. И здесь я слышал. Сейчас пройдет боевая колесница Арджуны. Это страшная бахина. Тут все будет уничтожено. Я спасаю свою жизнь. Иду к своей семье. Я спасаю свою семью. Ха-ха-ха-ха. А если ты всмеялся, если ты погибишь Неби, то это вы даже не заметите. Он думал о великих личностях, о династиях, о продолжении Рода. А о человеческой цивилизациях, которые сейчас будут гибнуть. Тут какой-то паучок женская спасает. Какой же смысл в этом? И когда он так сказал, Бог остановился, встал вот так перед ним и сказал, ах ты надменный гордый мудрец, да будет тебе известно, что я такое живое существо, как и ты, только в другом теле, но у меня тоже есть чувство, есть семья, есть потомство, а у меня есть свой разум и достоинство, и я живое существо. И в СССР написано, устыдился этого, поклонился паучку, пошел дальше, это, смотрите, вот так все было. Не думайте, что это превосходство человека над человеком, это следствие уже. Вообще человек человеку друг изначально, брат, но вследствие того, что человек перестал уважать другие формы жизни, он перестал уважать и человека. А сейчас денег у людей и жизнь человека не ценнее жизни мужчины. Мы знаем разные примеры, разный опыт имеет, но это факт, что наша жизнь теряет ценность, кому мы нужны. И на это такое, на самом деле, кому я нужна, кто меня любит по-настоящему, по-настоящему. Конечно, мы вместе, живем, разумеем семьи, хочется больше, настоящее. Это же факт. С опытом жизни всем эту горечку обретаем. Мне кажется, что батарейка садится на метрофон. Это все, это все, что с собой. Поэтому, если ее можно заметить. Итак, жизнь, путь к совершенству. Не сложный, простое. Может быть, сложно все же. Не все кажется легко выполнить, но очень просто. Например, сейчас я скажу, бомбу для кого-то. Не есть мясо. Какая вот эта просто бомба? Просто и правильно. Не все могут это делать. То-то можно ты легко сделать. Что-то невозможно. Вы что-то слышите? Беспринялись? А, там еще зуб добавился. Не принимайте интоксикации. Простая вещь, а почему нет? Моя дочь никогда не ела в жизни ни мяса, ни рву, ни ели. Никогда не принимала никакие интоксикации. Это же чай, кофе. Я ей 37 год сочет. Никогда, ни разу в жизни не пробовал ни курицу, ни рыбу, ни мясо. Знаете, как едет кушать? Потому что я отказался от этого 32 года назад. Но самскары-то остались. Не то, что я хочу это делать. Нет. Есть более тонкие самскары. Потому что эти вещи, как я сейчас сказал, увеличивают ложное эго. Вот эта проблема надолго. Вот с этим работа у нее приходится. На силу. А 32 года прошло. А у нее этой проблемы просто нет. У нее сердце более чистое. С рождения она никогда не пробовала вкус страшного. С шутки вкус мяса. Я говорю не о вкусовом богорках, а о разуме человека. Как же он может повидать в зверски забитые живые существа? Это же разум есть. Каким же нужно стать, чтобы принимать это как лакомство? Есть такие люди, которые испытывают счастье, радость, а к другому больно. И иногда случаются с зубными врачами или хирургами. Случается такая вещь. Они вдруг начинают чувствовать себя приятным. Он сверлит этот суп и наслаждается болью пациента. Обычные стрелки-скорбизоры сразу снимают свою работу. Это извращенная психика. Вот мясо это что-то пронять. Но мне понадобилось время, чтобы принять. Сначала просто он вегетариан. Я не сразу все понял. Ведь к пагубной это привычки. Мне понадобилось долгие годы, чтобы я просто создал простую вещь. Что такое извращенный вкус? Как искажается разум? Когда-то мы начинали только этот путь, 30 лет назад, небольшой. Я жил туда, в Ленинграде. Были гонения. Еще один. В этом проблеме. Хорошо. Убери. И за вегетарианство в то время была статья. Вегетарианство вред здоровью вызывалось. Это не могли наказать. Если вы с вегетарианом воспитывали вегетарианство, вас могли наказать. Вот те времена. И у нас было шередическое общество. Незарегистрированное, конечно же, потому что были процессы, судебные, тюрьмы. Все это было в прошлом. Те, кто занимался йогой, в те времена знают, как это было сложно, опасно. Йога только-только пробивалась от официальных. Только-только-только. Наука в тайне тогда, в Академии Наукосыр в тайне занималась этими темами, как четвертое измерение, это йога, дуплекс сфера, двойники, вот эти вот чакры. Это в кулуарах. Книг таких не сдалось. Это было запрещено литературой и темой. Но у нас был один знакомый, очень добрый человек. Известный в Советском Союзе профессор Лисовский. Знамитый социолог. В те времена его свободно опускали за рубеж, в Америку, повсюду. Он был такой партийный человек, очень добрый, хороший. Он изучал различные направления в социальной жизни. И нас тоже стало изучать, как социальные веры в Советском Союзе. Что вот есть люди в следующей человеческой культуре, повторяющие мантры, медитирующие, вегетарианцы, признающие абсолютную истину, и кто-то там уже до Бога недалеко, и так далее. А откуда они, что это, и почему это все приводит с Востока? И как это приживается здесь? Он это изучал. Став нашим добрым другом. И однажды он сказал, я вам хочу помочь. Он сочувствовал. Я вижу, что вы нормальные люди, но все в порядке. Но вот я могу чем помочь? У меня есть один хороший знакомый, очень реальный человек. Он по всей культуре Ленинграда ответственный один. Я могу устроить встречу с ним. Возможно, он поможет вам, ну, узаконить себя в обществе. Он помог на самом деле. Сильно помог. Он сказал, ну, у вас есть час. Он дал, говорит, это время. Говорит, хорошо. По знакомству, приему этих людей. У них есть час. Мы пришли туда с дружью. Отдельное здание. Мы притяжим там. В общем, какой-то серьезный человек. В его кабинете не было телефонов с набором номера. Все были прямые кабеля. Кремль? Это трубка. И с полком? Это трубка. Это лишь прямая свет сразу. Все мгновенная свет. К моему удивлению, за столом сидел очень красивый человек с длинными вьющимися целыми волосами. Одет как франк. Совершенно не вписывался в коммунистическую партию России во время волоса. И он сказал, у вас есть час. Он сказал нам так назад. Если вы меня не убедите, то я делю себя. Так вот, сразу он прямо сказал. Прямо, откровенно, ясно, коротко. И при этом стал говорить. И занял полчаса. Ну, если он привык говорить, не привык слушать вообще. Стал просто рассуждать, и потом я съем, и полчаса уже прошло практически. Но у меня характер сработал. Мой характер. Я в какой-то момент начинаю применять силу. И я стал перебивать его, чтобы он тоже выслушал нас в конце концов. Он вспомнил, что обещал дать нам сейчас. В последние часы несколько даже смутился. Что мне понравилось. Что какая-то совесть у него есть. Как-то можно по-человечески говорить. Я ему стал говорить, что у нас, вот это наше движение, наше занятие. У нас принципы чистоты, поймите. Вот что мы хотим. Вы нас с кем-то путаете. Мы не ЦРУ, мы не политика. Мы не хотим изменить культуру России. Мы хотим следовать принципам чистоты. Это что? Отказ от мяса, рыбы, лиц. Это отказ от всех интоксикаций. Даже человек кофе. Он слушал. У нас нет никаких азартных негриней, ничего нет. Денежно вархинации. Давайте мы обманываем. И нам запрещено. Мы не хотим отказываться заниматься незаконным сексом. Даже в браке многие из нас делают только для зачатия. Вот салибаться не дают. И медитация. А сколько интересно. Интересно. А почему мясо есть, если вся снялась? Потому что вегетамины и все остальное. Ну обычные же это вскоре. Так как понимаете, мясо это забито на спидживое существо. Ну простите, я не вижу этого. Я просто вижу перштекс на тарелке. Я не знаю, что там было, да. И говорит, в этом проблема мяса. Что вы этого не видите. Потому что вы едите его. Это у него сильно подействовало. Он аж по красным пятам поврелся. Он так расстроился, что чего-то не видит. Но поймите, это мясо. Это влияние мяса. Я так говорю, что два типа людей никогда не смогут привлечься к абсолютной истине. Никогда. Те, кто забивает животных и поедает их плоть. И тот, кто помешает о самоубийстве. Закрытие. Для этих людей нужна отдельная культура. Им даются религиозные системы. Основанные на какой-то вере. Но там нельзя дать знание в абсолюте. Непосредственно. Он не сможет воспринимать непосредственно, как йога. Для него это будет несколько умозрительно. Но вроде именно вера. Ну вот я вижу вас в этих дня. Почему здесь вера? Это же факт. Это йога. Связь. Непосредственно. Непосредственно это видите. Вот этого человек не достигнет, пока он ест мясо. Я сказал, что мы занимаемся йогой. Это партия йога. А его дочь, что ли, занималась йогой тоже. Йога была, как я сказал, не очень разрешена. Но его дочь уже занималась йогой. Как же мы узнали в том, что. Он сказал, что вы занимаетесь йогой. Это йога. Я сказал, что это йога. А кто вас не регистрирует, спасибо. Мы назвали в Кирилле. Он сказал, какое собачье дело. Другой взял трубку. Москва. Здравствуйте, здравствуйте. У меня здесь есть ребята вот эти вот, которые повторяют Харик Лишни. Там что-то стали говорить. Нет, нет, хорошие ребята. Ребята очень хорошие. Положил трубку и все. И сразу прибыл человек. Стал с нами работать. Регистрация, все документы. Несколько. Он пошел в одну встречу. Как таким образом стал уважать принципы, то есть и вам. Жизнь должна быть основана на принципах, которые мы не должны нарушать. Обещания не нужно нарушать. Браки не нужно расторгать. Детей нужно правильно начинать и воспитывать, нести ответственность. Это принципы. И на этом съездится цивилизация. Если мы говорим одно, думаем другое, делаем третье. Где цивилизация? Стрессы, неуверенность, страх в униках. Мы же не доверяем друг другу. В итоге. Мы даже на детей смотрим. Да, вот кто из них вырастет, они знают. У нас все в невежестве получается жить непредсказуемо. И здоровье наше непредсказуемое, и браки наше непредсказуемое. Так где же здесь спокойствие ума? Во что же верить сейчас? А ведь это держится на семейных династиях, где люди долго отвечают за свои слова и поступки. Вот к чему ведет цивилизация. Вот что такое духовная жизнь. Это не просто какая-то идея веры, или какая-то спонтанная деятельность надуманной реки. Это вещи сентиментально-романтические. Это большая ответственность. Семья – это не шутка. С этим нельзя играть с огнем. Разрушено все общество. Разводы сейчас подходят к 80% чертю. Один мой знакомый индус. Комсул в одной стране. Я ему сказал, что Россия уже под 80%. В Телорусе не знает точно цель. Он сказал, сколько вы сказали? 8%? Я говорю, 80%. Он говорит, погодите, еще раз. 8% вы имеете в виду? Нет, 80%. Он говорит, погодите. Это природа, это закон природы. И почему мы с ним не согласны? С на самом деле. Так вот, потея, конечно, это горькая вещь. Я потерял деньги. Неприятно. Или украли. Еще неприятно. А вот здесь смотрите. Я эти деньги добровольно отдам на хорошее дело. Смотри, я счастлив. Я не чувствую утраты. Это написано в ветрах. Что счастье придет от жертвы к ягьи. Вся наша деятельность, карма, предназначена для ягьи и принципа. Это будет счастье. Будет успеем. Рука до высшего неоскодевает. Только нужно знать, куда давать. Устремляйте свою энергию и деньги, и разум. На те вещи, которые полезны для развития общества. Генеральные пути нужно увидеть. Что же важно на первостепенной важности? Это образование сейчас очень важно. Истинно. Да, люди. Дети, взрослые так же. Потому что мы хотим воспитывать детей, но кто нас будет воспитывать? Мы же тоже не знаем, как это делается сейчас. Науки нет. Где эта наука? Где учили? В школе в высоте учили? В институте учили? Нет. Вон, смотри, как ты мама и папа. И ты так же делай. Мама и папа, мама и папа. И мама, может быть, тем более неизвестна. Может, мой папа был алкоголиком. Где традиция? Как это? Причь. Свадьба была. Свадьба, молодые дочь выдавали замуж. Молодые, жених, невеста. Все красиво и прекрасно. Мать, где была хлопота у невесты? Как все это устроить? Сняла помещение очень хорошее. Сказала, вот тут гость, священник пригласи. Вот тут будут молодые находиться. Здесь уходит стол. Тут вот обряд будет совершаться. Она все устраивает прекрасным образом. Знала. И когда все уже было устроено, готово, она заметила, черная кошка здесь прохаживает иногда. Туда-сюда все-таки ходит. Вот, испортит же нам все это. Праздник. Нечистая живота. Дай-ка я ее сейчас спрячу. Она взяла ведро, посадила кошку в ведро, накрыла сверху горшком. Вот так сидит здесь. И свадьба прошла прекрасно. Блестящая. Ее дождь шипки совершилась. Все были счастливы. Шло время у этих молодых. Родилась тоже дочь. Она выросла, носила праздничный возраст. И теперь следующая мама хлопочется. С вами, своей дочери. Да, я помню, как делала моя мать. Здесь место жила священника. Здесь для гостей. Здесь для молодых. Тут для обряда. Тут будет стол. Ах, простите, нужна черная кошка. Нужна черная кошка, ведро и горшок. Мама вам это делала. Иначе ничего не получится. Мы все уже забыли, знаете. А если даже и помню, то не знаем, зачем все это. Почему рясаю священника черная? И почему именно так нужно выглядеть? И почему нужно креститься именно так, а не так? Просто ритуал. Я не знаю, почему. Понятен. Зол, похуй душу, так нужно. Заздравие, так нужно сделать. А вообще мы привыкли просто чокаться. Вот простой ритуал. Знаете, что это такое? Амнезия называется. Это способ забыть об этом стрессе, об этих неприятностях или напряжениях, которые скапливаются в нашей жизни. Ведь страхов много. Стрессов много сейчас. Один сплошной стресс. Представьте себе. Война не война в обществе сейчас. Террор, не террор. Америка, Россия. Здесь, говорит, преступность очень низкая в Беларуси. Я спрашиваю, ребята. Не знаю, что вы скажете. Я сказала, что преступность очень низкая. Тут как-то все спокойно. Вообще, Беларуси миролюбивые, спокойные люди. Но не везде так. На самом деле есть беспокойство. Серьезное беспокойство. Они накапливаются, и люди слышат эти вещи. И живут в этом мире. Я знаю, у многих людей сейчас немало людей, которые вообще не хотят иметь детей в этой причине. Что слишком много проблем в этом мире. Лучше не иметь вообще детей. Потому что это больно. Это страшная организация. Кто он вырос, это не знаю, школа, отдача, а там что-то, сексуальное воспитание. В четвертом классе. Учебник. Учебник с иллюстрацией. Уже в Казани этот учебник велись. И кто-то говорит, ну я же не хочу. Может вообще от детей отказаться. Вот это только маленькая деталь. И так эти стрессы, эти неприятности и неуверенность. Потому что уверенность в обществе исходит от лидеров общества. Как бы сказать, лидер стабильный. Отличается из-за слова, берет ответственность. Люди беспокоят. Он обещает, что делает все правильно. Он заботится. Как дети маленькие. Они верят в дети. Если их любят, то они неспокоят. Взгляд спокоен. Улетит и куча проблем. Ребят спокоен. Его любят. Все хорошо. А если ребенка не любят, ведь они такие же дети. Беспризонные. Они маленькие. Но остаются взрослыми. Это для ребенка трагедия. Это неправильное воспитание. Потому что страх руководит ей. Желание выжить руководит ей. И почему вы думаете, что для взрослого это нормальная ситуация? Нет. Общество реестуется для того, чтобы помогать друг другу. А не вводить в страх друг друга. Не доверять друг другу. Зачем мы собираемся вместе? Азартные люди тоже собираются вместе за столом. Но каждый думает о своей убедении. И как обмануть другого? Что наше общество будет похоже на такой большой столб азартной игры. Хотя каждый собирается в это общество. А со мной говорит, как же мне выглядеть? Как мне обойти? Как мне обмануть всех этих людей? Мы же не для этого святого общества. На соскрытии общество людей называется «Отчюта Годра». Знаете, что такое переводие «Отчюта Годра»? Общество людей. Семья Бога. Нет черных, белых. Нет рабов и господ. Нет, нет. Это «Отчюта Годра». Смотрите, написано. И шуте сказано. «Возлюби ближнего, как себя с вами». «Возлюби Бога, потому что Бог – все частички Бога». Это смрите, это шуте. Это сказано, слышали? Наш путь к успеху лежит через развитие взаимоотношений. Друг с другом. И со всем живым. С любой энергией жизни. Любая энергия жизни, как в сказке, если вы помогли ему, поможет вам. Даже микробы будут помогать человеку. Они тоже живут существами. И тоже чувствуют любовь. Да. Тут ненужны мозги. Там есть душа. Да, тело такое примитивное, а душа тоже самое. Тело подобно машине. В какую машину садитесь, если машина определяет вашу деятельность и ваши качества? Машина, поскольку если себя отразляется с машиной. Вы думаете, если я попаду в тело собаки, я буду себя вести как человек? Нет, тело собаки мне обусловлено быть собакой. Мы здесь как собакой. Машина такая. Но я так же душа. На дороге увидите, если трактора там какие-то, или СД, или грузовые машины, или мотоцикли. Это разные машины. А человек это человек. Он тот же самый. И так же наши тела это мелодические машины. Разного типа. И они, поскольку мы себя отразляем с ними, обуславливают нас, сковывают нас до этой кармы, этих возможностей. Но у нас больше возможностей. Гораздо больше возможностей. Мозг это ничто, в сравнении с тем, что какие у меня возможности сейчас. Способности к речи, к размышлениям, к переживаниям, к глубокой любви. У нас безграничные возможности. Но мы скованы, мы обусловлены. Я сейчас показываю себя без них за слово обусловлены. Скованы чем? Выгодой, деньгами, завистью. Ну и вот то, что мы сейчас. Жадностью, все что угодно. Это полно, полно сейчас у нас в общественном накопилось. Очень сильно. Обусловлено означает обученный еще, так можно сказать. Или усмиренный. Вот как быть рабовым? Сначала не согласны. Просто категорически не согласны. Я оттружусь от пищи и умру. Ну а рабство не пойду. Первое, что учути, серьезные протесты будут. Это против моей природы, простите. Невозможно. Но эти рабовладельцы знают, как обучить человека. Сделать сознание раба. Не такая сложная задача. Вы просто держите его в строгости. И связываете его. Ноги, железно обручены. И гиря такая. Такое мучительное состояние. Вы должны как-то передвигаться с этим грузом. Так или иначе. Что-то делать. И тут уже травма, понимаете? Вы не можете терпеть эту боль. От этого обручен. Натирает вам ногу. Стирает до кости практически. И тогда хозяин приходит и говорит. Тебе больно? Вот возьми эту ткань мягкую. Подложи. Будет легче. Если вы думаете. Ого. Хозяин провел доброе отношение ко мне. Хуже раба. Все. Вы начинаете обусловливаться. Вы не обучаете слонов. Берут маленького слоненка. Привасывают на цепочку стальную дереву. Слоненок не хочет эти цепочки. Но не может порвать стальную цепочку. Он еще маленький. И в конце концов он понимает. Невозможно порвать цепочку. И усмиряется. Обучен. Теперь он вырос. Слоненок такой слоненка. И он привязывает на стальную цепочку тоненькую. К небольшой дереву. Он обусловлен. Он помнит. Это невозможно. Это из-за обусловлено существует. Поэтому веды говорят. Путь к успеху. Я не это тело. Сознание. Разбит. Отвлечь свое сознание. От тела. Мужского. Женства. Другого. Пользуйтесь им как инструментом. Но не подчиняйтесь его власти. Вы должны стать хозяином чувств. Хозяином этого разума. Хозяином этого тела. Не рабов. Не то, что тело, что сказало, но нужно делать. Язык сказал одно. Желуды, другие боги и металии говорят. Третье. В стройной философии. А где же истина? Истина, что я не тело. Дух. Чистая душа. Это наука. Это не какая-то верилия. Это факт. Это не просто какая-то вера, что я верю душу, она у меня есть. А вы, если кто-то не верит, то ее нет. Почему нет? Смотрите внимательно. Большое поведение тем же законом. Находаться в роде. Вот так. Около 50 сантиметров. Разберю. Это было такое тело. А где это тело сейчас? Его нет. Она полностью сменится. Через 5-7 лет все клетки тела заменяются полностью. Мы уже в другом теле. Поток идет. Триллионная операция. Амин исчезнет. Все. Входит и выходит. Входит и выходит. Постоянный поток. Как под душем. Это же другая вода. Другая река. Течение идет. В 70 лет вы уже 7 раз сменили тело. Поддерживая один тип тела. Это сбивает стол. Тип тела не изменился. А, ты сам делал. Тел уже много сбил. Ну хорошо. Параллельный пример. У вас Сапорожец 1812 года издает. В этом году ездите уже такое количество времени. Понятно, что вы уже-то все заменили, боже мой. И кузов уже перепаяли. И уже весь двигатель сменили. И колеса, и все. Но тип сохранился. Запорожец. И вас же узнают. О, Вася, боже мой. Я тебя еще узнал. Тебе 30 лет. Тоже Запорожец, да. Конечно, покосился тут. Оттянулся. Тут подвис немножко. Но ничего. Ездить можно еще. Тип тела сохранился. Вы узнаете. Но смерть меняет и тип тела. А личность при этом остается та же самая. Вы согласны с этим, что личность та же самая остается? Нет? Ведь это же были вы или нет? Или кто-то другой. Когда вам было 5 лет. Да, возможно, вы были не так развиты, как сейчас. Не так опытно. Но это другой вопрос. Это были вы с тем опытом. Наивным. Детским. А теперь вы уже имеете другой опыт. Но вы носители этого опыта. Тот же самый. Вы. Вы. В паспорте написано. Он. Майк скажет. Он точно. С рифтографией. Не узнаешь? Это он, он. Да та же личность та же. Тела разные. И если личность никогда не меняется, в течение всей этой жизни не меняется та же самая, хотя тело меняется постоянно, это вывод таков, что оставляя это тело, продолжается существовать. Но это наука. Где вы эти религии? Где вы здесь любую веру? Это факты. Веды описывают факты, проверенные факты. И тогда они их слишком не доказывают, что разумную человеку долго не нужно это доказывать. Как с коровьим навозом? Он чистый коровьим навозом. Так написано это. Вообще-то, говорит, испражнение живого существа, они чистые. Если вы их коснулись, нужно омыться. На другой месте, говорит, если вы осквернили с чем-то, можете омыться коровьим навозом. Не объясняется. Просто постулируем из этого факта. Но, а делающего на кольку, ты изучил коровьим навоз, исследовал. Лучше артисептик держать. Чисто. Коровьим навоз чистый это исключение. Почему? Написано это. Корова это единственное существо в мире, находящееся в гуне благости полностью. Полезно ее моча, ее навоз, ее молко, ее присутствие. Написано в гава-панишар. Не думай обо мне, как о той, которая просто дает молоко. Я могу исполнить любые твои желания, корова. От имени коровы пишется эта шастла. Потому что это куна благости. Просто общаясь с коровой, вы обретаете куну благости. Это самый ценный дар, говорится. Дар. И что же мы видим в нашей сферизации? Корову забивают. Ну каково? Ну где Раф? А потом мы говорим. У нас отношения портятся. У нас недоверие. Мать и сын больше не уважают друг друга. Нет такой большой связи. А вы знаете, что корова это тоже мать? Это написано в этих 7 матерей. Если вы руку поднимаете на одну из них, вы теряете человеческий облик, вы забываете свою мать. И Родину, и Бога, и все на свете забываете. Потому что эти вещи святые. Корова относится на мать, и седьмая мать. Так ее называют. Мать земля, мать корова, мать кормилица, собственная мать, мать няня, жена царя, жена священника. Это все наши матери. Написано в древних книгах. После Бога поклоняетесь матери. И корова это животное. Факт. Глупое животное. Наивное, глупое животное. Но оно любит человека, как мать. Это уважается. Вот это цивилизация. Вот это культура. Даже в животных, в этой тематике, почитаете эту энергию вселенскую материнскую. Потому что вселенная тоже наша мать. Земля тоже наша мать. И вот как мы относимся к матери, так мы относимся и к женщине. И так же мы относимся к земле. Все связано. Если на земле мы поддерживаем чистые стихии, это очень хороший признак. Значит, мы не эксплуатируем мать. Мать – это вдохновляющая сила. Это самая чистая сила после Бога, говорится, в этом мире. Это проявление божественное. Отец тоже. Угрык прошел. Серьезную боль. Воспитание. Передача сюда. Итак, семья – это преемственность ученическая. Где мы передуем наследство, прежде всего, дух. Силу духа. Знания, традиции, чтобы не посрамить наших предков. И когда династии разрушены, род считается проклятым. Века ли сейчас, семья считается проклятым. Поэтому в семье очень много трудностей. Проклято, пока в семье не появится хотя бы один святой. Проклятье он тут. Поэтому мы говорим на эти темы. Мы можем вести образ жизни чистой. Святость практиковать. Мы освободим всех своих предков. Весь урод. От проклятия. Сложная система. Я же не буду ее расписывать. Как эта система работает. Этих вот династий, вот этих связей с прошлой жизнью. В этой жизни, в следующей жизни. Но суть в том, что если кто-то из нас остается чистым сердцем предан Богу, в этой жизни освобождает до 14-го колена своих предков. В прошлом и в будущем еще. А кто это 100 колен? Это великая сила. Потому что в таком роду все потомки будут опираться на этот пример, как она гордится. Это держит рот. Это совсем другое, если мой отец, скажем, просто пил воду. Как я могу опираться на этот пример? Мать мне говорил, мне когда таким не будет, скажем. Верно же? Да. А ведь так не должно быть. Если мы что-то хорошее хотим дать, мы должны это хорошее делать. Так же и поступать. Поэтому стрессы мы создаем сами в своей жизни, соприкасаясь с источниками стресса. Прежде всего мясо. Еще раз подчеркиваю. Мясо это первый стрессовый продукт, от которого нужно отказаться. Категорически. Безусловно. Без компромиссов. Никто не пострадает, вы ничего не выделяете. Уверю вас. Нет каких-то. Конечно, нужна наука, как питаться. Это культура, это наука. Нужно учиться, как готовить, какие продукты правильно использовать, чтобы у вас здоровая пища, освещенная, чистая, все как нужно для нас, чтобы мы приудохновлены, здоровы, сильны. Потому что силы исходят и из мяса, написанных витах, а из зерновых, из лака. Откуда мясо-витамины, простите? Это мудрый. Кто-то из зерно, из лака. Остается тучным и сильным. А кто-то из того, кто ест зерно, вторичный продукт берет. Изначальный продукт, влаги берет, сын у человека. Хлеб всему голова, говорит, смысл народу. Так. Зерно. Бобовые. Настолько сильны, что есть дни, которые нужно поститься, не принимать. То есть вегетарианская диета, от нее тоже нужно очищаться. Не думайте, что она такая, знаете, легковерстная. У нее тяжелая диета тоже. То есть нужно знать тоже там, как регулировать это питание, правильным образом. С возрастом тоже меняется и диета в человека. Если человек ест пищу неосвященную, говорится у детей, он поедает грех, болезнь свою. Карма остается. Потому что это тоже живое существо. Мы тоже поедаем кого-то. Но если мы освещаем пищу, она свободна от кармы. Ешьте на здоровье. Праздник вас на душе. Если принимаете другую пищу, вы чувствуете на душе всегда праздник. Каждый день. По счастью, это несложно, видите. Но разве сложно? Приготовить вкусную, осветить пищу. Съесть ее будет, праздник и семья крепче будет. Потому что пища одна из связующих в семье. Вот вы кормите ребенка мясо, хорошо. Вот вроде он сытый и все, там есть все витамины, как мы думаем. А застать ей что-нибудь его сделать не хочет. Пойди мусор внести, не хочу. А поругаться сколько ему энергии у человека, господи. Он будет ругаться, за это ему нужно 20 раз мусор внести, хорошо. А он будет спорить, там аргументы приводить. Столько энергии у него. Слышите, сила-то есть. Но качество этой силы низкое. В агрессии. В конфликте сильное. Как хищники. Они сильны. Когда? В агрессии. Пахать на них не будете. Они не отдают свою энергию. Я вегетарианцы. Их сила в агрессии. А сила вегетарианцев в отдаче, в работе. Им нравится выполнять просьбу какие-то. Делать что-то для других полезное. Творческие они становятся. Сейчас наше творчество, к сожалению, наша культура. Но в России, я говорю, не знаю, как Беларусь. Вы же умеете. Космолист творчества. Печальная картина. Что такое сейчас творчество современное? Чем удивить человека? Сейчас только один козыр остался. Как сделать твою постановку привлекательную? Это показать голых женщин. Все. Вот и все искусство. И драки. Вот это люди будут смотреть. И все. И сразу будет все нормально. Крутой парень, знаете, там, бах, в нос, пятка. О, здорово. О, как круто, знаете. Через что пятка в нос, так сказать. Блок приема. Владелец, знаете, этим искусством. И крутая женщина выходит, раздевая эти привыкли. И все говорят, вот это правда. Это откровенность. А то и сексом занимаются при на большом экране. Запрещенный прием называется. Это возбуждение ума. И человек вообще теряет ценности какие-то. Как сказать сейчас в Америке. Есть психологи, которые помогают молодоженам познать себя лучше до брака. Они тоже беспокоятся о семье. И везде сейчас, по всему миру. По всему миру есть такое беспокойство. И что же они предлагают в свои услуги в течение месяца работать с молодоженами. Но одно условие. В течение этого месяца, а то и больше. Никакого сердца. Иначе невозможно. Секс скрывает все эти проблемы, которые потом можно проливаться. Пока есть секс, он покрывает наш разум просто. Острепляет наш разум. И именно из-за этой острепленности мы вступаем в брак. А потом жалеем. Так вот, сначала помолвка, говорится, никакого секса. Полгода минимум общаетесь. И молодая невеста будущая готовит для своего жениха пищу. Вот так они общаются с любовью. Освещают ее и кормят его. Так они привязываются к другим ущерцам. Через пищу. Пища вообще связывает всю нашу цивилизацию. Вся наша форма жизни. Всю Вселенную. Всей Вселенной связана с пищей. То есть, жертвоприношение – это пища. Пополение предков через пищу. Помидание. Мы пищу идем каждый день. И вы то, что вы едите, в какую качественную пищу едите, таким становитесь. Вообще, человек определяется реализованно по типу веры кто он. Во что он верит. Так определяется человек. Но есть люди, которые ни во что не верят. Не представляют себя никакой веры. Тогда определяются по пище, которую ведет. Это точно какие. Кто перед вами, мы должны смотреть по пище, которую ест человек. Так же, как мы смотрим, скажем, на природу. Этот хищник ест мясо, значит, что плотоядный с ним, нужно вот так общаться. Агаторвоядный с ним так общается. Мы определяем точно так же. И человек определяет по пище. Был случай интересный в Аризе. Когда я был в джагонадхапуре, мне рассказали историю. Там она произошла как-то. Тигренка один человек приручил. Ну, то есть, убили мать-хищницу, там тигрису, людоретку была у меня. Остались тигрята. Одного тигренка он взял. Он усыновил к себе один браман. А браман означает освященная пища, вегетарианская. Там, конечно, все вегетарианцы практически. И тигр ест теперь. Тигренок всю жизнь ест и растет. Вегетарианскую освященную пищу. И кто не приходит в дом, он заходится, вот так вот ластится, как кошка, там вот урчит, так порыкивает, гладит его. Такой ласковый, добрый, ну, пища такая. Это пища приедет. Если вы собаку будете кормить такой пищей, вы тоже ее идете. И через 2-3 дня оно уже все, характер меняется. Опять, добрый, ласковый. Характер полностью другой. Чувствует уже боли. То он чуть-чуть и не разговаривает уже с вами. Вот хочет, а он просто не может. Я это видел. Даже насекомые изменятся в доме, в котором живут мухи, которые, если принимают эту пищу, зачем он носит с вами. У меня была переручена ему, поручена ему подолго. Я не шучу. Потому что все они живые существа. Все меняется, вся атмосфера меняется полностью. И микро, и макро, и все. Такое могущество. И этот человек так вот вырастил тигра. А там был сосед один, какой-то глупый, кто смотрел это все завистью, думал, вот издевается над животным, кто кормит его рисом и овощами. И горохом и супом. Это же хищник. Мясо нужно ему. И однажды Тайков он бросил ему какой-то кусок мяса через забор. Это у тигра. Тигра съел это мясо, и он снова пробудился без звери на природе. Он убил этого соседа, хозяина, и еще одного человека. И потом убил тоже. Научный факт. Можно пробудить даже в тигре, в тигре, на борьбе на природу, а можно пробудить и звери на природу. Знаете, у нас есть та и другая природа. Две природы у нас. Духовная и биологическая. Человек. И если мы хотим успеха, счастья, гармонии, нам нужно пробудить духовную природу, как хозяина этого тела. Царя. Станьте величественным царем в своей жизни. Повелевайте своими чувствами и умом. Держите слово. Регулируйте свою пищу, общение, культуру. Кажется, сложно? Нет. Нужен вкус к этому. Не просто правильное написание и гордость. Нет. Вкус счастья. Об этом и завтра хотел поговорить. Именно об этом вкусе выше. Счастье. Которое в сердце у человека находится. Ни от чего не зависит. Вы не купите нигде, не продадите ни за что. Это наша природа. Забытая. Мы завтра попытаемся с этим поговорить. Расскажите, позабытую природу, насколько у нас получится. Пробуем. Сейчас, я думаю, можно тут остановить много информации и мы приступим к вопросам. Там, а у вас записки или, может быть, будет микрофон. Как удобно. Можно минуту паузу. Можете попросить ручку, выступим агент. Или поднять руку, грубость спросить, что ли? Можно спросить? Конечно. А можно, если вы ответственны, что это такое? Хочу вас убедить. Пожалуйста, где вы? Вот здесь я. Вот там, по-моему. А, и по-моему. Да. Об ответственности. Да, об ответственности. Что это такое? Очень хороший вопрос. Ответственность. Это функция разума. Ответственность другими словами называется на санскрите дхарма. Дэ, дхарма. Дхарма. Обязанность. Природа. Моя религия, мой путь, моя цель. Все в этом слове дхарма. Если я дерзко на дхарме говорится. Ответственность. Если я этого не сделаю, никто этого не сделает. В каком-то смысле каждый из нас незаменим. Вот с позиции дхарма у нас есть своя исключительно индивидуальная роль, которую мы должны выполнить в этой жизни. ответственность означает обет, который я не нарушаю. Как бы прав, допустим. Что важно? Роспись в ЗАГСе. Сейчас она не важна. Можно развестись так же, в том же ЗАГСе. Что важно? Любовь между мужчиной и женщиной, притяжением. Можно остыть. Так на чем же держите все? На ответственности. На дхарме. Слово официальное, слово мужчины. Идентично. Не нужны никакие другие документы. Документы нужно поделать и изменить. Ответственность нужна. Правдивость нужна. Так много документов. Потому что дхарма слабла. Мы даже не верим друг другу. Покажи документы, говорят, где фотография. И даже смотрят на фотографию, спрашивают, как вас зовут? Френинг, и ваша река. Мало не что. Даже документы уже не доверяют. Все можно подделывать. А мир держится ни на документах, ни на деньгах, ни на тех корочках, ни на костюмах, а на ответственности, если у кого-то она еще есть. Вот на этом держится. И природная ответственность, обычно природная ответственность, самая сильная, это родительская ответственность. Это самая сильная ответственность. Мы чувствуем это, знаем, что я должен заботиться об этом ребенке, я должен его восприлиться. Если я этого не делал, это ответственность. Именно я, я должен, это мой долг. Я себя не прощу, если я этого не сделаю. А это называется ответственность. К ответственности призывают Любой священник, когда вы освящаете Браг Да, вы обещаете Всю жизнь быть вместе, заботиться Друг о другом Ответственность, да Нельзя превращаться в формальность Этому нужно учиться Потому что молодые люди Они не понимают этого слова еще Нужно быть готовым Образование нужно поделать К ответственности постепенно приучают Потому что иногда мы даже боимся Слово ответственности Если брак это такая ответственность То лучше вообще не жениться, правильно? То есть можно испугаться Просто такой ответственности Нет, ответственность принимается Из любви Это премия любви Тогда это не пугает Если вас пугает ответственность Значит у вас еще нет такой любви Нет еще такой любви Вот хочу быть вместе Давай пожениемся А ребенок хочет Нет ребенка Пога не хочу Ну и где же ваша любовь Где же ваша ответственность? Есть другие примеры А нам нужна роспись в ЗАГСе Мы так любим друг друга Не так любим? Гражданский брак Двойное дно Там нет полного доверия Если мы говорим Об ответственности Должно быть То и другое И любовь И узаконенное отношение Как сказал пророк Павел Апостол Павел Не женился Мужчина Не женись Женился Не разводился Вот и называется Ответственность Наша дхарма И долг Еще выше Чем семья Еще выше Семья Или ступень Вспомогательное Более высшим обязанностям Человека Но об этом завтра Мы говорим Потому что Мы хотим достичь Высшего счастья Высшей цели Совершенства До конца Дайте Брак Это одна из ступеней На этом пути Не конечная А промежуточная Если есть вопросы Пожалуйста Здравствуйте Скажите пожалуйста Если я очень сильно Ленюсь работать И это Мне мучает союзница То есть Я не сижу Не выполняю Свою функционал Но я посвящаю Время Потому что Мне нравится Делать Сейчас лето Еще нормально Еще Это не очень сильно Но вот Целый год Меня это Очень сильно Мучает Получается Я не должным Образом Выполняю Свой долг И Как мне Подрегулировать Себя Значит Совесть мучает Хорошо Совесть есть Значит Все поддомально Я не знаю Точно Но вообще Девушки молодые И замуж Если нет детей И они все Ленивые Это нормально Не беспокойтесь Об этом Потому что В ветхе написано Что нет Тхармы Более трудно Чем быть женщиной Пока нет Мужа Или детей Все В свое удовольствие Потому что Потом Окупится Все Тихо Женщина Это Самая Самая Трудная Роль Вообще Трудная Совесть Есть Так Что Все Будет Хороше И все Ставьтесь К своей Задач Своей Роль К Своей Миссии Пытайтесь Сознать На работе Это Интерненал Я То есть На работе На работе Ну Удобнее Или Наш Хорошая Работа Потом Учить Совесть Сразу Несколько Казать Превает И Совесть Пробуждается И Обучение Работает Универсальный Чай Я Не вижу Проблем Больших Если Комнец Работает А Хороше Но Поскольку Совесть Есть Мы От Этого Не Дадим Добрый 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 Вечер Вы Примнали Четыре Регулирующие Принципы От Мясо Отказ Интенсикация Азартная Игра Незаклонный Секс Вот У меня Вопрос Незаклонного Секса Я Не знаю Он Публичный Это Можно Вопрос Или Затать С глазу На глаз Потому Что Он Физиологичен Понимаете Женщины Мужчины Сидят Вместе Может Быть Это Будет Безкультурно Вы Извините Конечно Но Это Очень Важно Значит Вопрос Остает В том Я Начал Издалека Если Было Так С вами В общении С глазу На глаз Но В отличие В том Что Времени Очень Мало А Затого Резко И Прямо Может Может Ли Быть Конечно Сразу Скажу Что В этот Вопрос Он Различно Подходит К Женщине К Мужчине Физиология Разная Медики Понимают Я Скажу С точки Звения Мужчин Сразу Резко Прямо Может Ли Воздержание Полнейшее Повредить Здоровье А Потом Поясню Если В этом Вопрос Да Я Поясню Если Хотите Сразу Нет Я Поняли Да Еще Грубо Скажу Что Например Среди Животных Есть Такое Понятие Мастит То есть Если Что-то Не Используется Оно Атрофируется То есть Понимаете Вот Это Вся Физиология А Если Вы Знаете Если Удастся В Аммедии Побывать Аюрведисты Хорошие Есть В этом Вопросе Они Разбираются Монахи Вот Желательно Спросить Вам Спасибо Веду Прошел Распространенный Вопрос Это Факт Что Восдержание Которое Совершается Неправильно Навредит Человеку Совершенный Потому Что Важно О чем Вы Думаете Когда Ограничиваете Себя Если Вы Себя Ограничиваете И Желание Только Усиливается И Вы Постоянно Об этом Думаете Это Параной Начинается Это Психическое Отклонение Может быть Может Физиологическая Какая-то Проблема Это Как раз Будет Нарушение То есть Называется Демоническая Аскеза Неблагоприятная Вредная Аскеза Нужно Задать Эту Вещь Что Мы Одновременно С тем Когда Развышаем Ум Медитация Йога Должна Тогда Не Происходит Никаких Побочных Намерков Вы Не Теряете Функциональные Нагибиспособности Не Утрачиваете Приверетаете Просто Что-то Более Ценное То есть Вопрос Куда Устремлен Ум Ваш Будьте Как Тетик Говорится Дети Не думают О сексе Если Конечно Не приучить Искусственно У них Нет Это Сети Они Счастливые Здоровые Пересмотрите Что Физиология Хорошо Мужчина Женщина В чем Разница Физиологически Принципиально Разница Есть В теме Мужчины Есть Один Слой Энергии Которого Нет У Женщины Мужской Семь Женщины Получают Семь От мужа И Жир То есть Семь Обладает Исключительной Энергийской Силой Гораздо Сильнее Чем Кровь Человека В некоторых Писаниях Мир утверждается Что Душа Это Кровь Человека Настолько Она Сильна Энергетически Ну а Ребята Утверждают Чтобы Выработать Каплю Мужского Семь Не требуется Около Стакана Крови Вы Представляете Какой Концентрат Какая Сильщина Это Мужчина Поэтому У мужчины Есть Свой Характер И Своя Перерода По Этой Причине Отличаются Характеры Если Вы Сделаете Евнуха Выведет След Женоподобный Он Изменится Либо Кто-то Из Мужчин Меняет Медлит На Женский Тоже Все Изменится Ум Меняет И Так Если Мужчина Регулярно Злоупотребляет Сексом То есть Слишком Часто Этим Занимается Не Воздерживается Он Пьет Собственную Кровь Он Теряет Энергию От Этой Зависит Три Вещи Целеустремленность Забывать О Цели Жизни Он Действует Быть Бесстрашным Начинать Быть Осторожным Трусоватым И Он Становится Жарным Щедрость Это Именно Истощенность Энергетическая Вызывает Все эти Пороки И Он Не Может Стать Великой Личностью Потому Великой Личностью Тот Знает Цель Тот Бесстрашный И Тот Щедр То есть Мужчина Потенциально Любовь Это Великая Личность Это Его Именно Природное Назначение Стать Успешным Великим Человеком Реализовать Себя И Все Свои Планы Для Него Быть Неудачником Это Самое Худшее Что Может Быть Позор У нас Учис Тов То есть Мужчина Должен Но Это Напрямую Зависит От того Как Он Регулирует Сексуальную Энергию В себе Поэтому Ее Договорят Чтобы Мужчина Был Энергичным Энтузистичным Средустремленным Щедрый И Прочее Он Должен Не Чаще Чем Раз В Месяц Только Вступать В Сексуальные Отношения С Женой Не Чаще Раз В Месяц Это Я Говорю Что Говорят В Я Не Что Вы Должны Сейчас Все Делать Подождите Не Торрапитесь И так Сразу Не Все Смогут Это Сейчас Так Практиковать Сначала Нужно Изменить Умонастроение Потому Что Современно Всего Утверждают Что Современный Мужчина Кем Он Ни Был Каждую Минуту Полторы Вспоминает Какую-то Часть Женского Тела Он Здоровый Нормальный Мужчина Его Ум Крутится Вокруг Этой Оси Как Бык У которого За нас Кольцо И Привязанный К Жерде Он Ходит И Вращает Это Колесо По Кругу Он Не Может Вы Из Этого Круга Это Ум Современного Человека Тем Более В нашей Культуре Нашей Сексуальной Реклама Доступность Более Ум Мужчины Прикован К Этому Объекту А наша Знача Оторвать Его Ум Выше Йога Это Как раз Завтрешняя Тема Как Это Все Осуществует Мы Нужно Завтра А Это Несложно Это Нужно Просто Решиться И Первое Это Нужны Определенные Регулирующие Принципы Но Одновременно С тем Как Выше РТУ Это Чтение Это Слушание Это Хорошее Общение Да У нас У всех Есть Вожделение Это Нормальное Здоровое Подоживание Хорошо Но Если мы Возвысим Увидишь Что это Не просто Вожделение Это Что-то Более Центное Та же Самая Мерия У всех Есть Вожделение Согласны А Сейчас У кого-то Вожделение Проявляется А Завтра Кто-то С ума Мы тут сидим уже 2 часа И все спокойны Почему А потому что Ум В другой сфере Находится А если бы Все сидели голые Здесь Молюб Слышишь Да-да На западе Делают такие вещи Завтра Голые люди Запускают Они сидят И они конечно Уже ничего не соображают Просто Что это Стрессовая ситуация На самом деле Запрещенные Приемы То есть Наше сознание Человечество Спускается В нижний чаг И все оттуда Вы уже Слышите Видите И так далее И вот Нужно Оторваться 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 Мы застряли Еще с детства На этих нижних вещах На страхе Выживании И чувствах Это нижние чаг Духовность Практически Вот перекрыта Давно уже Философский принцип Ушел Перекрыта чаг Даже деловые отношения Сейчас редкие люди Могут построить Это четвертая чаг Блоки 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 И конечно Естественно Сейчас просто Откармитесь От мяса От секса То что будет Страдание Жизнь Акробливой Становится Всякая партия Утрея Принимают И тестируют Вот знаете Это старый анекдот Советский Коммунистическая партия Советского Союза И вот тест И значит Там комиссия И спрашивают Ну ты Куришь? Продолжаем Делать то же самое А третий день Продолжаем Делать Это продолжение Продолжение Бесконечное Продолжение Того же самого А дело В том Что мы должны Начинать Новый день Как бы Заново Жизнь Обновляться Успеть Сна Недостаточно Потому что Веда Объясняет Сон Безусловно Отдых Для тела Но ум Оскверняется Во сне Вы не знали Об этом Возможно Вы не знали Но сон Относится Куне тьмы Его качество То есть Это необходимо Представьте Тело Находится В полном Неведении Невежности Ну Представьте Ну что Такой человек Спит Странное Зрелище Видели И слюна Течет Что Сон Такое Веда Говорится Змей Сна Опутал Его Странный 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 Это Называется Танос Состояние Невежиства Это Необходимо Тело Потому что Тело Восстанавливается Вот в этом Таносе То есть что Бездействие В пассивности Нужна Ночь Провести В полном Расслаблении В пассивности Потому что В течение дня Тело Не выдерживает Нагрузки Напряжения Мы его Используем Активно Мы работаем И естественно Мы испытываем Усталость Поэтому ночью Релакс Такой Но У в это время Оскорняется Снова Сновидения Тоже Лишние Оскорняют У Вот это Состояние Как бы Беспамятство Сверняет У Тоже Вы Просыпаетесь Когда-нибудь Рано Утром Такой Вы Открываете И понимаете Что Нет Вы меня можете Расстреливать Но я не встану Как у Блогака Стекло Если ты не встанешь Тебя расстрелят Расстреливать Но я не встану Вот это Называется Танос Но совершенно Безрадости Состояние Вообще Не хочется Возвращаться К жизни Понимаете Жить не хочется В это время Вообще Никак Хочется просто Спать Отсутствовать Вот это Не встану Интересно Что если это Не бодрствование Когда человек Вот Наследует От сна Вот это Умонастроение Он и в течение Жизни не имеет В течение Бодрствования Не имеет Сильного желания Энтузиазма Жить А просто Продолжает Тянуть Лянку С прошлого дня Позапрошлого дня И так далее И всю жизнь Так происходит Ну вот посмотрите Даже не шутка На каждый год Встречаем Знаете С надеждой Что этот год Оказывается Для нас счастливым Мы же Друг друга Вдохновляем Мы встаем Знаете Вместе с президентом Страны Берем там бокал Кто с чем Я не пью шампанское Не пью вообще Никакого спиртного Тридцатьяного года Ну у нас есть Свои бокалы Тоже там С напитками С травами Целебрями Мы тоже поздравляем Друг друга Что в этом году 2018 Мы обязательно Будем счастливы На сто процентов А как же Мы же готовились Целый год К этому событию Правда Так должно быть Мы должны поверить В это Хотя бы вот В этот день Уже 2017 Лет Мы не были счастливы Но в 2018 Точно Будем счастливы Мы абсолютно верили В это Но мы Просто продолжаем В 2018 В 2018 Будем жить Причем Странную вещь Не все Становится Лучше А еще Неизвестно Когда было Лучше Некоторые Оглядываются Назады Кто-то Знаете Лет Тридцать Назад Было В чем-то Лучше А еще Лет Сто Назад Вообще Было Хорошо А еще Там Когда-то Пять тысяч Лет Назад Знаете Как была Цивилизация А легенды Говорят Что когда-то Вообще Золотой век На планете О Мы вчера Говорим Смотрите Вот эти документы Древние Древние Как бы Легенды Мы их называем И они Почему-то утверждают Когда-то Люди жили В Золотом веке А что такое Золотой век Не было Никогда Не проливалось Кровь И Умы Людей были Самосветящиеся Там пишется Самосветящиеся То есть Они от природы Были радостные Если даже В такой Самосветящийся Огонь Бросаете И мусор Негативное Что-то Он сжигает Действительно Чистым Вот такая Сила ума Людей была И люди Распространяли Эту энергию От себя Такую Божественную Знаете Радостную На все живое И даже Тигры Описывается Не убивали Животных А пили Молоко Из-под коров Легенда Золотого века Это только Маленькие детали Которые сейчас Уписаны Потому что Остальное Если начну Рассказывать Просто не поверите Какая была Природа Золотого века Одно яблоко Было размером С пятиэтажным Дом Например Но я не знаю Какая была яблова Я не буду вас пугать Легенда Есть легенда В конце концов Может быть Красивая сказка Тоже приятно Слышать сказки Но так описывается Что когда яблоко Падало С такого дерева Через некоторое время Из нее Вытекал ручеем Солка Слышат Веки сказки Веки Веки сербные Веки молочные В этом что-то есть Знаете У нас есть океаны Соленой воды И вот океан молочный Мы не видели с вами А он существует Ведок И не только Это недавно Ученые Знаете Они посмотрели Там какую-то Туманность в космосе И обнаружили Что это Облако Этилового спирта Ну то есть Это не океан Это гораздо больше Океана Ну далековато Проблема Не налетел Так просто Недоступно Но есть океан Этилового спирта Где-то Во вселенной У нас есть океан Соленой воды Есть просто Обычно Кресноводные реки А деревья Дают там Другие Какие-то Субстанции Полезные Смотрите Вот Но сейчас Они стали Карликовые Растения Я к карли Наступил Или человек Тоже стал Меньше Намного Много Меньше Один ученый Взял Янтарь Возраст Там Несколько Миллионов Лет Как он Я не знаю Или около Миллиона Лет Что-то Такое Капли Янтаря Такого Тревнего Происхождения И что Там Заинтересовало Там Внутри Это Капли Янтаря Был Пузырек Воздуха То есть Той Атмосферы Миллион Лет Нотанашер Лет Сейчас Фантазируют Как это Громадная Цифра И вот Он ее Исследовал Этот состав Воздуха Абсолютно Другой По его Подсчетам Тем Подсчетам Если это Так Если Именно Такая Атмосфера Была Вся На планете Люди Почти Не дышали И получили Небольшую Тозу Воздуха Чуть Чуть Там Был Огромный Процент Энергии И Кислорода То есть Совершенно Другая Была Жизнедеятельность И вы Знаете Что Когда Увеличивается Количество Кислорода Все Заживает И регенируется Быстрее На глазах Рана Я читаю Махабхарат Где Воины Уступали В сражения На битве Их Пробивают Стрелы Множество Ранений Насквозь Задач Они Извлечиваются И Ногт Рас Снова Продолжение Стрелы Описывается Махабхарати Не то Что Они Госпитализированы На 3 месяца А потом Их Списывают Нет Нет Если ты Не погиб Если ты Раним Даже Очень тяжело Ночью Достаточно Чтобы восстановить Свои силы То есть Была Другая Атмосфера Другие Растения Другие Люди Другие Источники Энергии Так Откуда Жить Источники Энергии Сейчас Вы мне Не поверите Сразу Из ума Ну что Вы не знаете Такие эксперименты С умом Такие как Гипноз Внушение Всевозможное Чудеса Да и только Но мы Конечно же Не изучили Еще все Возможности Мысли Человеческой Обладает Огромным Могуществом Она Влияет На состояние Материи Каждую секунду Наш ум Меняет Какое-то настроение Каждую секунду С этим настроением Меняется Состав крови Есть яркие Проявления Когда можно Это доказать Очевидные Проявления Вы напуганы Это состояние ума И сразу же Мгновенно Импульс И что В крови Адреналин Мгновенно В одно Мгновение Состав крови Изменился Адреналин Вы завидуете Кому-то Что же В крови Происходит Вырабатывается Отвратительное Вещество Ядовитое И вам плохо Это Редовило И так Вы можете Прыгнуть На три метра Вверх Зависть Делает Нас Такими Знаете Мрачными Странные Выражения Лица Недовольными Немовлетворенные Потому что Внутри Чисто физически Вырабатывается Определенное Вещество От этого Мы настроение Собака Может по запаху Тела Определить Что вы сейчас О чем вы сейчас Думаете Если она Хорошо Потому что Когда мы думаем Даже запах Тела Меняется Даже так То есть От тела Не должно быть Большого зловония Если оно чисто А как оно чисто Ум Тоже Я читал В древней литературе Что Когда Люди Сказали Такой Ясности Чистоты В уме Их Даже Изпражнения Издавали Запах Цветов Да Как мы Были Александр Свирский Под Петербургом Монастырь Недовольные Мощи Не гниют Никакого Разложения Никакого Запаха Человек Достиг Какого-то Просветления Вот признак Такого То есть Тело Недлианное Остановится Вот оно Не гниет Не разлагается У всех Нет У него Не гниет Ум Вы только Представьте Что это такое А если Вы влюбились С8 H12 Азота Появляется В вашей крови А что это такое Химики знают Называется Формула любви Химики знают Открыли Это наркотик Естественно Наркотик Когда вы влюбляетесь Вы вырабатываете Наркотическое вещество Вы ходите пьяным Для вас Все Божья Рца Все хорошие Вы всех любите Вы счастливы Позитив идет Потому что Вы наркоман Естественно Вам не нужен Какой-то препарат Искусственный Теперь понимаете Почему мы сейчас Пристрастны к алкоголю К некоторым Наркотикам Каким-то искусственным Допингом Потому что у нас Этого нет в крови Нет этого Умонастроения И мы это Заменяем Обратным способом При помощи Интоксикации Каких-то Но это Имеет побочный Эффект Естественная Любовь Она полезна Искусственная Любовь Приводит К деградации Человека Искусственная Надуманная Любовь Или Любовь Возбуждающая Чувства Искусственные Знаете Вот человек Не хочет А можно Стимулировать Это желание Просто Стимулировать Стимулятор Каждый Человек Не хочет Быть наркоманом Но если вы Ведете Дозу Сильную Наркотика Он может За одну Дозу Стать наркоманом Вы можете Просто Искусственно Стимулировать В нем В ум Проникает Этот вкус И потом Его туда Не вышелит Ничем И вы Не можете Без этого Вы что угодно На все угодно Что угодно Идете Лишь вы Получите Дозу 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 А веда Говорится Если какой-то Вкус Низшего порядка Проник Наш разум Можно Извинить Это Получи более Высокий Вкус Только так В неможестве Угрожать Человеку Пугать Его Все равно Все равно Этот вкус Остается И он все равно Найдет Найдет Какой-то Момент Времени Чтобы все Принять Добиться Маньяк Называется Все равно Он найдет Потому что Он маньяк И вот Наркоман Это маньяк Или Сексуальная Излишняя Возбудимость Тоже Маньяк Называется Человек Не может Контролировать Чувства Вошло Это возбуждение В голову Он не может Ничего Другому Думать Подсознание Это постоянно Присутствует И только В момент Появляется Его В возбуждение Он не справляется С собой Все Маньяк Все Что с ним Ты собираешь Только Маньяк Но веда Говорит Нет Дать ему Был высокий Вкус Это возможно Есть высокий Вкус Есть такие Вкусы О которых Мы даже Не знаем И представить Не можем Когда я первый Раз поехал В Индию На фестиваль Большой Фестиваль Международный Это был 91 год Сколько Помню 1991 Да По-моему Это был Именно 91 год И Ну представьте Другой климат Другая планета Фактически Если вы первый раз Едете В этот регион Северного региона Скажем Из Минска Из Беларуси Или России Вам нужно Приспосабливаться Какое-то время Потому что Совершенно Резко Все меняется Температура Меняется Флора Меняется Фауна Меняется Люди Темперамент Уманостроение Культура Все непонятно Все просто экзотика Все просто Совершенно невероятно Много получаете Такое значительное Культурный шок Получаете И О чем я хочу сказать Там на этих фестивалях Традиционно Каждый день Пиры В армии фестиваля Пир Не просто Вы принимаете пищу Регулярно А пир А пир Значает Это Ну примерно 20 блюд Какие-то особые 108 блюд Делаете И вам нужно Все это Попробовать Вы должны Регулировать Что 108 блюд Значит Если вы хотите Попробовать То нужно Буквально По чайной ложечке Всего Отведать И вы Насадитесь И такой Разноморозив Вкус Вот об этом Хотел Поговорить И как Это все Делается Традиция Древняя Такова Что вы Садитесь И пищу вам Подают Обязательно Небольшими порциями И постоянно Регулярно Подходит Чтобы вы Выбирали Что вам Добавить Обязательно Обслуживать Через служение Обязательно С любовью Именно Воспринимать И прежде чем Вообще Начнется пир Вам кладут Банановый лист Большой Это тарелка То есть Экологическая Самочистая Посуда Щекляется Фактически Равна По частоте Золотой посуде Банановый лист Так написано В древней книгах И вот Банановые листы Они там растут Бананы Как трава В идее Их там Нарубают На каждый пир Тысячи людей Нужно Отложить Или пару Тысяч людей Достаточно Банановые листья Немножко воды Промыть его Вы готовы Тут горочка Соли Справа В уголочке На всякий случай И С чего Начинается пир Горькая дыня Корела Не знаю Здесь помню Не растет она Хотя в парниках Можно врач Очень полезная вещь Для печени Потому что Сейчас будет пир Будет нагрузка Корела Необходимо Стимулировать печень Нужно подготовить К пиру Прием Вот нагрузки Отвратительный вкус Когда я был Я первый раз Не знаком с Этого культуры Что они вообще Положили Жареные такие Знаете Гурглишочки Такие В глубоком масле Жареные Жареные привлекают Кусаете Вкус алоэ Ужасный вкус Я думаю Зачем все это Подаем Очень непонятно Я и был Не знаком Но мне сказали Надо вот съесть Хотя бы Несколько этих колечек И когда вы съезжаете Несколько этих колечек Вы чувствуете Что у вас есть Энергия Принять Принять пир Стимулирует Вас Готовит Потому что Вот эту нагрузку Взять И справиться Не просто Съесть и упасть Замертво Уснуть На два часа А справиться И счастье Ощутить Вот С таким количеством Вкуса Энергии Потом Сразу начинается Подача риса Горячий Пушистый Белый Нейтральный Рис Без соли Без масла Просто пушистый Отварной В глубокой воде Рис Без слизи В центре Вашей тарелке Вот такая горка Белого Горячего Пушистого Риса Тоже нужно знать Я не знал Что с этим делать Рис этот есть Просто без соли Без ничего С этой вот горелой Что ли Горькой Еще солью посыпать Я не понимаю У нас первое, второе, третье А здесь что такое Но мне сказали Блюд будет очень много Подожди Нейтральный рис Рис это нейтральное Нейтральное блюдо С которым Ты все будешь Потом подмешивать Вот с рисом Все это нужно Все эти блюда Должны сочетаться С рисом Обязательно Что это вот Необходимо Потом начинается Тарелочки из листьев Или прямо в этот рис Наливают жидкий дал Ароматный Там Есть корица Там есть Кориандр Там есть Суфетид Там Такие ароматы Есть уже топленое масло Какое-то Спец Это просто жидкий дал Больше ничего Потом идут овощи Где-то 11 видов Овощей Соленые Пряные Горькие Острые Потом Приправы К этому Фруктовые Овощные Томатные Острые Сладкие Всевозможные Я тоже Не знал Что делать Как В каком порядке Все это есть Меня запутался Мне говорят Нет Смотри Ты художник Это твоя палитра Теперь Нужен сам Свои вкусы У тебя же есть вкус Вот теперь давай Ну Смешивай Порогу Так Так И начинается творчество Знаете Вы можете час сидеть Это что-то невероятное Там такие вкусы Все шесть вкусов И еще больше И вот тут И сделают Интересное Открытие То есть Мне уже было Представьте Сколько лет За тридцать лет Я много чего Пробовал И так далее В своей жизни На язык Всем же интересно Что-то новенькое Попробовать Ну я тоже что-то пробовал Знаю Есть опыт Все перепробовал Что в России есть Все Мне кажется Что я знал Уже все вкусы Но я не знал Что у меня есть Такие вкусовые Рецепторы Бугороки Которые я никогда Не использовал Никогда Примерно Девяносто процентов Вкуса Получил нового Я подумал Боже мой Какая же скудная Диета По мне всю жизнь Мясо И гарнир Называется Вот это все Остальное Гарнир Одним словом Главное пищи Мясо Остальное Гарнир Просто Какой гарнир Потому что Мясо Это главное И вот Лук Чеснок Что там Перец Лавров Лис Все что я знал Собственно говоря И по празднику Кто-то еще Ванилина Использовал А какие-то сладости Но там Случилось Какое-то чудо И когда Вот так Начинаете Что-то смешивать И творить Вот эти вкусы Именно под свою Дошу Под свой разум Питается разум Вы знаете Когда разум Питается Время обеда Желудок Питается Понятно Язык Тоже питается Вкусом Но разум Это творчество Вы встаете Победителем Буквально Вы опьянены Просто Обедом Вы пьяные Счастливые Начинаете Смеяться Шутить Начинаете Просто ходить Гулять Куда-то Начинаете Стихами Говорить Что-то такое происходит Хотите петь Никакого вина Ничего Тончайшего Эти энергии Которые мы Не воспринимаем Или забыли И поэтому Что нам делать Вообще Мясо А мясо Означает Спиртное Это связано Как вы переварите Мясо Попробуйте Без спиртного Долго не сможете Вам нужно Снять этот стресс Это стресс Своя пища Она тяжелая Ее сложно Переварить Человеку Естественно Совершенно спонтанно Мы хотим Что-то залить Туда такого Горячего Огня Добавить туда То есть В культуре Мясоедов Прости за это слово Обязательно будет Культурой Принятие спиртного Часто в ресторанах Подают мясо Загревают спиртом И поджигают Вот это Острый Там Лук Чеснок Чтобы опять же Возбудить Наше Пищеварение Искусственно Возбудить Не пробудить А возбудить Именно Когда сексуальная энергия Возбудить Не пробудить Любовь А возбудить Какие-то Органы Это совсем другая вещь То есть Внешняя вещь Она вызывает Болезни Говорится Такая пища Хотя она Пробуждает Тоже Какую-то Энергию Вот во время Принятия Возбуждает Какие-то Наши Органы Но она Вызывает Болезни Определённые Это пища Страсти А пища Благости Сочная Мазвинистая Приятная Сердцу Говорится После пира Счастливым человеком Я подумал Надо же Это искусство Утрачено Оказывается Можно Быть счастливым Просто даже Принимать пищу Если она Освещённая Чистая И знать Как это делать Когда я был В юридической Одной Ресторане Там ещё Более педантично Подавали Там даже Номера Такая схема У каждого столика Как принимать Эту пищу Там 31 номинования Будут подавать Вот такие Гминзурки Буквально Соки Разных растений Там овощей Потом идут Ещё Какие-то добавки Потом в конце концов Рис Тоже другие И вот там Нужно поочерёдно Всё это делать По схеме И вы чувствуете Очень большое Счастье Умертворение Умертворение Внутри Но я ни разу Не видел Чтобы из какой-то Столовой Обычно люди Выходили счастливые Знаете Без вина Вот какие запои Такие же Мрачные выходят Наблюдал И я уже знаю Что такое Это пища И мы уже знаем Как это готовить Как с этой пищей быть Как её принимать 32 года Я общаюсь с пищей И я всегда Я имею опыт Что всегда Всегда Пища приносит Часть Человеку Если она чистая Правильно Приготовлена Правильно Принимается То есть У нас столько Резервов Столько ресурсов Это только Один язык А что Может говорить Про наш Ресурс Мозга Глаз Ещё Ушель И не говоря О том Что вот здесь В центре Наше Реследовательность На что Мы способны К какому Восприятию Человек может Слышать Голос Бога Говорит Своё Себе В сердце Слышать Не придумывать Все выдумки Из-за Возбуждения Ума Есть Объединение Низшими Бунами Это Спиртное Что ещё Это Сексуальное Объединение Это Богатство Говорится Это самое Сильное Объединение Богатства И вот Когда человек Ест мясо Для языка Он принимает Спиртное Чтобы возбудить Пищеварение Как-то Справиться С этим С мясом Справиться Трудно Искусственно Стимулируется Пищеварение И давит Вниз На гениталии Эта линия Это одна линия Язы Что это Гениталии И что С гениталиями Они тоже Выбуждаются И вот Человек Выпил Поел Закурил И думает Куда Пойти Да Знакомая Ситуация Да Да Все Достудно Гениталии Сразу Хочется Куда-то Пойти Вот Куда-то Неважно Куда-то Пойти На людей Поставить себя Показать Вот И все Вот И вся схема Но Видите Все вниз Опускается Гениталия А культура На самом деле Обратный процесс Имеет Как настоящий Возвышение Вот этой Сексуальной Энергии Вверх Да Несомненно Когда вы смотрите На какого-то человека Вы сразу Определяете его пол Автоматически Первое Что вы видите Одежду и пол А потом Вы должны Понять личность Чем-то другим А почему Живя с человеком Уже несколько лет И так и не понял его Потому что Мое сознание Уровень гениталии Так остается Видите Как это Нет йоги Есть Обратно Ку-йога Называется То есть Это Вниз Разрыв связи Я Разрываю связь С вами Как с личностью Потому что Мне это Невыгодно Если я буду Познать вас Как личность Я Не буду Заинтересован В чувственных Наслаждениях С вами Я не смогу Вас обмануть Не могу Навредить вам Понимаете Как же мне быть Кого ты же должен Обмануть За счет Кого ты же должен Жить Если все Будут для меня Как родственники Тогда как же Мне быть счастливым Это невыгодно Для такого Менталитета Для эксплуатации Менталитета Эксплуатации Это невыгодная Позиция Когда я Впервые Встретил Наемного убийцу В 90-х годах В России Вы знаете Что в 90-х годах Реклама По телевидению Была Наемные убийцы Рекламировались По телевизору Не знали Я вам говорю Я очевидец Это все 90-е годы России Вот такое было время Там были телефоны Люди в масках были Все и цена И пожалуйста Заказывайте И вот приходит На мою лекцию Один из дневных убийц Я узнаю это потом Когда он приходит Ко мне И хочет пообщаться Ну а что он услышал Он слышал Законикармы И Ну тревога У него была Определенно Он поверил Законикармы Раз я убиваю Значит что же Будет со мной Значит что посидеть Что пожнево Чтобы ты получишь Реакции И он пришел С мной поговорить Об очищении Именно об этом Речь Вопрос была Глаза стеклянные У человека Абсолютно Я бы не имел опыт Думаю что Ты человек наркоман Или кто это Нет не наркоман И он сказал Я киллер На день он прямо Сказал Я выполню Заказ И у меня Как к вам вопрос Говорю погоди Да если чем Я тебя спрошу Мне просто интересно Скажи мне Когда ты нажимаешь Курок Что ты чувствуешь Расскажи мне Он сказал Нет Он испугался От этого вопроса Ничего не надо чувствовать Зачем чувствовать Просто нажать Курок И уходи Все Мишель Только Мишель Не надо ничего думать Если я буду думать Чувствовать Что это человек Что у него там Мать Там жена Дети Понимаете Я же не смогу Нажать на курок Не смогу Если я обрету Эти знания Я не смогу Нажать на курок А мне не выгодно У меня работа такая Я должен забыть Что там живое существо Что там чувство Что там любовь Что там еще что-то Это моя профессия Мои деньги Все То же самое происходит Когда человек убивает Животных Он забывает Что там живое существо Что там есть душа Вот он будет забывать Это делать Сизы выгоды И так Чтобы причинять Боль Насилие Я должен забыть О душе И вот В этой физическом мире Что происходит Вроде бы Все нормально Материальная база Обеспечение людей Но за счет чего За счет эксплуатации Всех живых существ Какой вред он С океаном Какой вред он С животным Невинным ежедневным Миллион животных На поню В волоку Забить их До смерти Содрать шкуры Пока они еще живые Метод Просто поточный Я не буду углубляться В эти тены И человек думает Что он будет счастлив Таким путем Нет Он забудет О главной жизни Если мы не видим Что это живое существо То что это такое Это просто ресурс Подложный корм Фашисты думали даже так По отношению к людям Другой Национальности Та же самая тенденция То же самое Сознание И при этом они писали С нами Бог Так Потому что мы Божественная природа Что значит Божественная природа Значает Насилие Значает Доминанта Эксплуатация Нет Божественная природа Значит Любовь Доверие И мудрость Совсем Противоположные энергии Высшие энергии Другие совсем Чему подчиняется Живое существо Только любви И желает Такого подчинения Готово Подчиняться Любви Настоящей Никак никто Не подчиняется Насилию Вынужден Может быть Но сердце наше Не подчиняется Насилию Никак Не принимает Насилие Итак Утреннее время Предназначено Для пробуждения Разума Именно утренние Ранние часы Предназначены Для пробуждения Высшего вкуса Если вы не просыпаетесь Рано утром Вы не сможете Овладеть этой практикой Поэтому день Нужно перестраивать Какое время Самое счастливое В сутках Это дорассветные часы Но встретить Сейчас человека Бодрого В это время Очень трудно Это мертвое время Для материализма Говорится Зверь чувственных Наслаждений Спит Мертвым Снова В это время Бездействует Именно Предназначенные часы Очень ценные Для медитации Самые лучшие И вот тут И начинается момент Омоложение ума Очищение ума Медитация Она естественно Когда утром Проснитесь В это время И это рассвет Естественно Начнется медитация Если конечно Вы сохраните Бодрость Для этого Нужно сразу Принять душ Полностью Ну и конечно Нужно вовремя Лечь Чтобы медитация Не перешла В сон Как в клубах йоги Они сидят за медитацию И потом похрапывают Когда релаксация Наступает Просто все засыпают Релаксация Нужна для того Чтобы ум был бодрый Отделить как бы Ум от тела Вот что такое медитация То есть тело Нужно быть абсолютно Спокойным В равновесии В таком Расслабленном состоянии Правильном Чтобы энергия Проходила по всему телу Беспрепятственного И праны Циркулили Для чего эти праны Нужны Чтобы ум был бодрый Внешне вы Спокойный Практически Недвижимый Внутри вы Очень активный Переживать Начинаете Чувствовать Начинаете Вселенную Потому что праны Утром Начинают исходить У вас Солнце Идет прана Жизнная сила От солнца Отдает энергии Если всплите Это время Просыпаете Свою жизнь Своё здоровье И все остальное Слабая иммунная система Одна из причин Просто Человек Невольно Встает Когда Одного Великого Святого Спросили На Маврики Какой Сорт манго Предпочитаете Здесь на Маврики 70 сортов Манго Какой Манго Принести Сегодня Утром Он сказал Любой Хорош Но Возьмите С восточной Стороны Дерево И не берите Фрукт С дерева Когда оно Спит Там нет Праны Достаточно То есть Есть такие Тонкости Которые Можно Понимать Тонким Разумом Тонким Разумом Пробужденным Разумом Также есть Стандарты Чистоты Которые Можно Тоже Усвоить Тонким Разумом Например После Принятия Пищи Каждого Нужно Обязательно Мыть руки И полоскать Дважды Рот Это Предписано Вы скажете Ну а что тут Такое Просто Салфеток Используйте И все Я вообще Ел Не руками А вилкой И кошкой Руки Чистые Нет Руки Нужно Мыть Рот Плоскать Делайте И вы Почувствуете Что Это Правила Чистоты Вы будете Чувствовать Тоньше Практику Это А после Сна Ночного Обязательно Нужно Принимать Душ Полностью Утром Потому что Через 40 минут Уже Сна Тело Вырабатывает Шлаки Обмен Веществ Настроен На выделение Шлаков На ощущения Значит Ваше тело Покрывается Шлаками После 40 минут Уже Сна Чуть Больше А если Вы ночь Проверили В постели Вы должны Войти В душ И вы Почувствуете Что Такой Чистота Сделает Недостаточно Просто Умыться А если Вы пошли В туалет По большому Недостаточно Использовать Бумагу Нет Опять Нужно Полное Обменение Делать Все Тело Оскорняется Полностью Если Мы Опражняем Кишечник Если Мы идем По маленькому Нет Достаточно Помыть руки Сбрызнуть Стопы Немножко На себя Попрызгать Все Достаточно Менять Одежду Обычно Если человек Идет по большому Он надевает Специальную одежду Что потом Сразу В душ Ведет В этой же одежде В туалет Потом На кухню И так далее Не допускается И может быть С нашей точки зрения Это слишком Что-то такое Знаете Экзотическое Нет Нет Практикуя Это вы сами Почувствуете Вы сами Начнете ощущать Фибрами Более тонкие Сферы чистоты Сменив пищу Пройдет то же самое Интеллект Будет утончаться Тонкие ткани Мозга Будут формироваться Вы будете Сенситивны Если вы станете Вегетарианцем Вы на мясо Посмотрите Совершенно другими глазами Совершенно другими глазами Даже если Кто-то имеет опыт Постов Скажем Пять Треть Пять дней Поститесь Вы сразу Видите Что это пища На самом деле Не пища То что люди едят Почему же Все-таки Мы так мыслим Что это пища Это то Потому что Мы погружены В эту деятельность Вот меняйте деятельность И меняются оценки Как фокус То нужно менять Наши оценки Из-за чистоты Ваага Вага Вагите Говорит Что человек Может быть счастлив В этом мире Всегда Если отрегулирует Пять вещей Несложно запомнить Пять вещей Это Еда Сон Работа Отдых И медитация Все что нам нужно Отрегулировать Механизм Не отрегулировать Что значит Не отрегулировать Значит Он где-то Зашлакован Затрамбирован Где-то Перегружен Где-то Недогружен Вот что происходит Не отрегулирован Не сбалансирован Паланс Снаружи И вот Тогда мы Это чувствуем Что нарушение Паланса Какое-то Неудовлетворение Даже Разражение Изнутри Не знаю Почему А просто Пища Неправильная Не отрегулирована Сон Не отрегулированный Например Если вы засыпаете В грязной квартире Ванной Беретом Замочена Уже неделю На кухне Оставлена Посуда Грязная На ночь И вы спите В этой атмосфере А вы знаете Сколько тонких Существ Переходят В грязную квартиру А вы спите В этой лет У вас что Будет хороший Глубокий сон Радостный Никогда Или в напуриной Квартире Или там Где только что Люди Скандалили Вы засыпаете Это тонкие вещи Но они действуют Преды Написано В одной из Пуран Непосредственно Вызывают Все страдания Преды Побуждают Человек Действовать Плохо Преды А как же Мы привлекаем Предов Нечистый Образ Жизни Где же Вот эти Преды Где грязь Не так Знаете Мы оценим Какие-то Продукты По их составу Это еще Одна Глупость Знаете Состав Такой Хороший Полезный В испражнении Свиней Дят В испражнении Они уже Такие толстые Становятся Здоровые Гипофосфаты Там Все необходимое То есть В испражнение Вполне Китательное Я не шучу Потому что Японское Правительство Не так давно Обратилось К ведущему Одному Из ведущих Ученых Задачи Слишком Много Вот этих Канализационных Систем Перегруженных Огромный Город Токи Вот не справляется Слишком много Отходов Человеческих Не могли бы вы Как-то Научиться Перерабатывать Что-то полезное Ну что Он взял Проанализировал Все Это Испражнение Конгрессионные Отходы Человеческих И выяснил Потрясающую Пищу Вообще Это Собственно говоря Это Очень питательные Вещества Человек Отталкивает Просто Цвет И запах Вы Справимся Он сказал Боже Вы Не поверите У нас сейчас Есть такие Кафе В Докио И этих Людей Назвали Стул Итеры Английский Стул Значит Испражнение Итер значит Едок Стул Итеры Уже Есть люди Которые приходят Туда А что там Свет Изменения Запах И они Вполне Могут Поддержать Существование Этой Пищей Годится Но Веды Говорят Не состав Определяет Пищу А качество Пищи Качество Пищи Мясо Самое Низшее В отрицательном Находится То есть Это Убойная Пища Вот Это Гунны Определяет Что мы Должны Есть Что не Должны Есть Если Мы Хотим Развить Себя Какое То Качество Мы Должны Соответственно Пищу Принимаем Для этого Пища Отрегулирована Нашим Разумом Не языком Не Желудком А разумом И Приносить Счастье Человеку Сердце Пробуждать Его Убойная Пища Никогда Не пробудет Тонкие Энергии Любви Не будет Этого Источника Мы Потеряем Этой Любви Еда Сон Сон Нужно Тоже Есть Институт Сна Не случаясь Сон Усыкляют С ним Что-то Делают Внушают Ему Какие-то Вещи В глубоком Покое Находится В глубоком Сне Гипнотическом За 15 минут Сеанса Человек Не нуждается Больше Сне Не хочет Спать Он Отдохнул Потому что Глубокий Сон Глубокий Сон На санскрите Называется Сушупти Состояние Очень интересно Послушайте Я думаю Что не будет Сложнее Сушупти Означает Наше понимание Беспамятство Это Глубокий Сон Но на самом деле Душа Находится В мире Где нет Никаких Отождествлений В состоянии Сушупти Поэтому Он очень быстро Отдыхает За какие-то Считанные минуты Это Время для сна Идеально От 8 до 12 часов От 8 вечера До 12 часов ночи Самое эффективное Для отдыха Вот тут Вы можете Впасть в Сушупти Где нет Никаких Отождествлений Называется Беспамятство Не беспамятство Вы пребываете В Брамане Говорится Просто Не осознаете Поскольку У вас Отождествление С телом И вы Поэтому Не помните Этого Как бы Вне восприятия Вашего Но вы Непосредственно Находитесь Там Тело В максимальной Степени Отдыхает Человек Может спать 4 часа Если это Революет Свою жизнь Таким образом 4 часа Эффективно Может глубоко Спать И чувствует себя Очень отдохнувшим И сильным Потому что Длинный сон Отнимает силы На самом деле Чем больше Вы спите Тем больше Хочется Чем больше Уйдите Тем больше Хочется Видите Это стимулятор Называется Искусственная Потребность Становится Искусственная Столько пищи Сколько мы едим Нет необходимости Есть ее Ее нужно усваивать А поскольку Мы не можем ее усваивать Мы большим количеством Пытаемся Это исполнить Поэтому Сколько мы съедаем Сколько Выходит По весу Сравните Сколько там Усваивается Весь секрет Усвоение Правильной пищи А чтобы усвоить Пищу Нужна радость Нужно отношение С пищей Нужен контакт Зрительный Касательный Когда мы руками Глядим Тоже Это очень важно И вот это творчество Вот этой вот пищи Это для разума Потому что В конце концов Пищи много не нужно Есть солнце И едут Они вообще ничего Не едят И не пьют Можно питаться Солнечной энергией Но тогда как же Разбить разум Тонкий Это йога Это сухая аскеза Называется Там нет такого уж вкуса А вкус пищи Именно нам важен Не просто Килокалории Или состав какой-то А именно вкус Тонкий вкус Для пищи разума И Солн Бывает в разных гунах Например Если мы видим Какие-то Сны Беспорядочные Сумбурные Это страсть Это карма Мы видим свою Смешиваем Прошлой жизни Или событий Комбинации Всевозможного Среди них Бывают иногда Пророческие элементы Что-то можем увидеть Из будущего Потому что Прежде чем произойдет В настоящем моменте Времени Сначала это случится На тонком плане Потом Воплотится Уже здесь все события И во сне Можем соприкоснуться С этим Если человек Свят Чист Он может видеть Большие события В снах Будущего Целые яркие Картины Точно Можно определять Если его Сон чист Как воздух Воздух чист Вы далеко Видим Вода чистая Мы видим Дно Вода грязная Не видим Дна Туман Не видим Далеко Итак Если наш ум Чист Сон Тоже чист Во сне Изм Задача Включается Вы Абсолютно Пробудитесь Задача Есть Задачи Нет Вы засыпаете Память Восстанавливается Как только Включается Задача Восстанавливается Память Вращается Как только Задача Включается Каждую Ночь Это с нами Происходит Мы забываем И вспоминаем Забываем И вспоминаем Смерть Подобна Этому Это Подобно Задвению Потом Воплощение Мы снова Вспоминаем Что нужно Делать Этим Процессом Руководит Сверхдуша В сердце Мы Не властны Над памятью Задвения Ведь Некоторые Вещи Мы не можем Забыть Хотя и хотим А некоторые Не можем Вспомнить Хотя и желаем Как это Фрида Персонаж Из Мастера Маргариты Которая Хотела Выкинуть Этот платок Несчастного Задушивала Ребенка Чтобы Забыть Это Все Это Страшный Грех Но Наказание Включалось В том Что Каждый День Этот платок Приносили Снова Куда Б Него Бросало В Огонь Или В Окно Или Закапывало Но Каждый День Снова Подносили Этот платок И напоминали Об этом У нас Что-то Подобное Есть Какие-то вещи Мы не можем Выбросить Из зуба Хотя Они Нас Не Радуют А Что-то Понять Вспомнить Хорошее Не Можем Не Позволяет Наш Рад Видите Говорится Сверх Душа Дает Память Знание Забедя Несомненно Если Мы получим Божественный Вкус Жизни Мы Забудем Все Плохое Потеряет Силу Власть Над нами Все Плохие В Уме И Сво Хорошее Сердце Потому что Там Дремлет Сейчас Дремлет В Состоянии Нагодится Все Самое Лучшее В Нас Дремлет А Какие Другие В В В Эксплуатируют Нас Заставляют Нас Не Очень Радуют Нас Жизнь В В Смысле Слова Потому что Наша Жизнь Внутри Спящая Спящая Красавица Называется Сказкой Вот В этой Сказке Мы Сейчас Находимся Нужно Пробудить Ранним Утром Начать Медитацию Когда Есть Прана Есть Спокойное Время Чего-то Работа Есть Время Вы Можете Успокоиться Средоточиться В чистой Одежды Облачиться Принять Душ Как Хорошо Правда Если Вы Вовремя Ложитесь Научитесь В этот Этой Любви Но Сейчас В нашем мире Самое Счастливое Время Это Вечер И ночь Когда Можно Удовлетворить Чувства Развлекаться Поведы Говорят Хорошо Развлекаться Это Естественно Но Не Развлекайтесь Едой Не Развлекайтесь Сном Не Развлекайтесь Обороной Не Развлекайтесь Сексом Это Опасно Это Не Для Развлечения Это Для Здоровья Нужно Там Есть Смысл Зачем Это Дано Человеку Если Мы Привращаем Развлечение Нам Конец Это Животная Культура Это Падение Всего Падение Империи Падение Нравов Развал Семьи Это Несчастные Потомства Это Аборты Это Все Что Хотите Это Бойни Это Воины Это Все Что Хотите Все Последствия Оттуда Потому Что Люди Развлекаются Этими Обещаниями Сейчас Один Психолог Доказал Что Человеку Нужно Это Пища Нужна Для Чего Вот Он Наблюдает Животные Не хотят Ездить Не едят Хотят Едят А человек Ест Даже Когда Не хочет И Пьет Даже Когда В этом Нет Необходимости Почему Он Используется Для Общения Особенно В наше Время Когда Мы В страсти Больше Живем У нас Мало Время Не верно Как Быстро Познакомиться С Людьми Как Как Это Все Ускорить Выпить Что Вместе Пинящее И Быстро Контакт Сразу Мгновенный Контакт В ресторанах Сразу Знакомиться На этом Очень Близко За Пало Часов Стимулятор Использовать Для этого Но Также Можно Использовать Для Развышенного Общения Другую Пищу Мы Говорили Еда Сон Регулируется В Благости Вы Видите Не Сны А Реальность Есть Такая Установка Если Во сне Вы Видите Предков Или Духовного Учителя Или Полувагов Это Не Сон А Реальность Говорится В Снах Мы Можем Получать Реальную Информацию Очень Высокую Информацию Но Вы Должны Знать Одну Вещь Это Реальная Информация Вы Должны Просыпаться Счастливым Человеком Уже Проснуться Счастливым Человеком И Готов К Медитации Медитация Значает Что В Это Время Суток Вы Не Должны С Возьмите На Какое-то Время А Потом Возвращаетесь Туда Идите На Работу И Вы Увидите Чудеса Будет Творить Чудеса Будет Творить Чудеса И Вы Будете Радостны И Окружающие Люди Получат Обрубную Пользу Я Не думаю Что Это Будет Легко Конечно Потому Что Мы Переживем Которые Может Не Понять Ни Вещи Близкие Люди На Работе Но Не Обязательно Это Все Афишируйте Делайте Это Шоу Практикуйте Это Для Себя Сначала Разберитесь С собой Потому Что Если Вы Занят Какой-то Ответственной Работой Вы Не Можете Избежать Негативных Стрессов Не Можете Избежать Любая Работа И Недостатки Какие-то Ошибки Какой-то Обман И Все Это Осадка И В конце Концов Мы Теряем Интерес Всего Одна Женщина Доктор Хороший Она Сказала Я Хочу Бросить Свою Работу Как Доктор Это Здорово Приказная Препесия Клятва Гиппократа Все Такое Сострадание Столько Польза Людям Она Говорит Не Смысл Понимаете Они Ко мне Приходят Я Их Лечу Они Будут Делать То же Самое То же Самое Идя Так же Поступают Зачем Их Лечу Чтобы Они Продолжали Это Свою Греховную Деятельность Я Разочаровалась Просто В людях Не В профессии Они Не Ценят Этот Труд Они Потребители Да Выречите Мне голову Чесминогу Я Буду Продолжать Оставаться Негодяем Дайте Силу Генитариум Чтобы Я Снова Продолжал Заниматься Незаконным Сексом Доктор Пожалуйста Я Заплачу И Учителям Особенно Духовным Учителям Никаких Денег Нет Если Кто-то С любовью Предлагает Какое-то Пожертвование Любовь Можете Взять Но Никакой Зарплаты Никакой Пенсии Никакого Больничного Листа Никакой Зависимости От денег Не должно Быть Только Отношения Только Любовь Итак Если Мы покупаем Доктора Доктор Говорит Ну Зачем Я Так Как Профессия Какой Работа Другой момент Работа Должна Должна Отрегулирована Примерно С 10 утра Начинается Улияние Бумной Страсти Нужно Начинать Работать Все Медитация Заканчивается То есть До 10 утра Представьте Примерно С 4-5 утра До 10 Есть время Для духовной Практики У каждого Человека Есть время Приготовить Пищу Осветить Ее Принять Все И в чистоте И в здравом Уме Идти Счастливо На работу Представьте Утро Все Счастливые Люди Тут Весь город Поют Песни На работу Хором Знаете Все Здороваются Из машин Обмениваются Какими-то Улыбками Приветствиями Знакомые Незнакомые Все рады Друг другу Очень хорошо Почему? А потому Что они Очищены Это естественно Они радуются Друг другу Потому что Мы же Все Живые Существа Мы Люди Все Мы Стремимся К одной Цели Мы Все Одна Семья Мы живем В гаражах Естественно Живем Правда Ну сейчас Это похоже На какой-то Анекдот Просто Мы Отчуждены Далеко Друг от друга Поэтому Люди Иногда Прийти в зал Что-то Послушать Посмотреть Как Единение Эмоций Как Хорошо Какая Сила В этом Очищающая Когда Мы Вместе Что-то Возвышенное Вместе Это же Замечательно Не в одиночку А можно Поделиться Потом Обсудить Познать Что-то Новое Углупить Это все Когда Мы Вместе Это же Мощь Ведь Соломинку Можно Легко Сломить Но Кучу Прутьев Не сломаете Когда Мы Вместе В одном Настроении Не переломит Никакая Проблема Раз И Работа Начинает С Десяти Но В шесть Вечера Вы должны Прекратить Свою Работу Не Перегружайте Свою Работу Страстью Ради Выгоды Не Используйте Свою Работу Как Дойную Корову Говорит Чтобы Выжимать Молоко Деньги 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 Именно Это Толкает Людей Перерабатывать 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 Страсть 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 Поэтому Они Допоздно Работают Они Перегружены Поэтому Нужно Снять Это Напряжение Что Отвлечься Это Какое-то Зрелище Интоксикация Или Заняться Сексом Поспать Немного Утром Конечно Проснуться Невозможно После такой Нагрузки До предела Человек Спит Потом Чашку Кофе Сигарету Топит Какой-нибудь Снов Бежит На работу Опять Страсть Страсть Утро Для Бога День Для Работы Для Денег Хорошо И Карьеры Вечер Для Счастливого Реопровождения С очень Дорогими Близкими Людьми Для Общения Если Все Это Отрегулировать Все Будут Счастливы Людям Что Сложно Скажите Вот Есть Просто Правило Если Мы Это Последуем Результат Придет Так Почему Я Не могу Это Принять Что Привычка Вторая Натура Не могу Рано Подниматься Я Жаборонок Рылом Не вышел Не уродился Жаборонком Ну Что Делать Это Спекуляция Умственная Вы Думки Нет Нет Нужно Привыкнуть К Этому Рюклу Вы Сами Видите Как Это Благотворно И Какой Источник Энергии Вы Почувствуете Внутри Себя Энтузиазма Вы Почувствуете Что Можете Горы Свернуть Буквально Вот Так Вы Себ Чувствуете Без Медитации Думаю Бессмыслен Ранний Утренний Подъем Это Приводится В пытку Просто Почувствовать Что Спать Хотите И все Медитация То есть Пробудить Счастье Внутри Себя Это И есть Цель Медитации Кто-то Медитация Это Успокоение Это Начальная Фаза Сначала Нам Нужно Успокоить Ум И Затем Начинается Самое Главное Медитация Отрыв Нашего Ума От Этой Обыденной Жизни Разве Вы не Хотите Это Это Лучше Чем Кино Это Лучше Чем Какие-то Зрелищи Потому Что Вы Так Постигаете Себя Счастливым Человек А Зрелищность Мы Забываем Себя И Устаем От Эти Хищи Просто Пресыщаемся Снулись Несчастными Конечно Я знаю Что Любой Разумный Человек Он Уже Регулирует Свою Жизнь Как-то Я думаю Что Здесь Как Раз Такие Люди Разумные Которые Живут При помощи Каких-то Регуляций Чуть-чуть Того Чуть-чуть Того Чуть-чуть Того Что Злопотреблять Нельзя И Здоровье И Сразу Да Мы Знаем Это Давайте Теперь Попробуем Ведическую Концепцию Что Пробуйте Высшие Силы Внутри Себя Если Мы Соприкасаемся С негативом Например В школе Преподаватель Контактирует С невежеством Учеников Доктор Общается С болезнями Больных Кто-то Работает В суде Общается С негативом Кто-то Руководит Тоже Общается С Какими-то Задачами Трудовыполнен Это Называется Освернение Это Написано В виде Любая Дельность Имеет Недостатки Как огонь Он чист Но дым Есть Это Материальная Природа Поэтому Подразумевается Что Нужно Очищение От этих Негативных Вещей Пропедевтика Внутренних Болезней Я не забуду Это слово Называние Когда я был Ребенком У моей мамы Была дома Такая книга Называлась Пропедевтика Внутренних Болезней Внутренних Болезней Очень толстая Огромная С инфрацией Мать Сказала Вот эту книгу Никогда не трогай Я тебе запрещаю Никогда не трогай Эту книгу Представьте Такое сказать Что интереснее Сто раз интереснее Я ждал Не дождался Когда же мать Уйдет из дома Я найду эту книгу Я посмотрю Что же там такое Почему нельзя И я до сих пор Я помню Этот свой шок Этот стресс Сроз печени Иллюстрация Дистрофия Иллюстрация И все остальное Жуткие картины Какие-то Для ребенка Это было что-то И было Пропедевтика Это что Быть врачом Вот с этим Иметь дело Ну представьте Какая нужна Сила очищающая Чтобы не Оскверняться Занимаясь Материальной деятельностью Даже если Мы не говорим Я таких вещах Просто бизнес Просто бизнес Что-то такого А нет А деньги Очень Сверняющаяся Ну вот как быть Богатым И не жадным Сложная задачка Как человек Получает власть И не злоупотребитель Власти Сложная задачка Я вас уверяю Не простая задачка Как вы иметь Славу знаете И не наслаждаться Этим Не чувствовать себя Выше других Сложная задачка Абсолютно каждому человеку Работающему в этом мире И поддерживать Свою жизнь Необходимое очищение Каждому человеку Потому что все Что мы делаем Преводится в грех Постепенно В наши недостатки Анардхина каплюсь Говорит Нежеланные вещи В сердце И сейчас их полно В сердце Нежеланных вещей Которые бы я бы Не хотел иметь Вообще Поэтому Мантра Дальется Много Мантра Это очищение И Важно То Что Ум Контролируется Звуком В этом Него природа Доказать Вот прямо Сейчас здесь Можно доказать Сколько Мы здесь Уже сидим Час бит И точно Ну как Мы с ним Спокойно Смотрите Почему Звук Идет через микрофон Информация Ум Контролируется Звук И мы сейчас Что-то говорим И звук Пробуждает Образ В уме Ассоциацию Впечатление Эмоции Смотрите Он Взаимодействует Со звуком Именно так А теперь Давайте Отпустим Это Все Я молчу Долго Так будет Сидеть Тихо Все Он Начнет волноваться Туда Посмотреть Сюда Посмотреть Туда Повернется Сюда Что Сидеть или уйти Я не знаю Начнем Разговаривать Начнем Начнем Такой Некий Хаос Каждый себе На уме Называется Начинается Все Общество Больше Нет Поэтому Великие Диктаторы Они что Они звук Издавали Знаете Убедительный Звук Истерический Часто Как Адольф Он истерическим Звуком Контролировал Миллионы Людей Это Негативный Пример Но Веды Говорят Говорить Должен Тот Кто Имеет Определенные Знания Обязательно Что передавать Знания А не возбуждать Уму Людей Не терроризировать Звуком Уму Ведь можно настроить Дать плохую настройку При помощи ума Можно Оскорбление совершать При помощи языка Ведь Все наши страдания В этой мире Только из-за языка И удача Возвращается Только потому Что мы правильно Использовали язык Речь Звук Вначале Было слово И слово было у Бога И слово было Богом Вначале звук Начинается Наше существование В направлении нашей жизни Потому что мы Что-то слышали От своих родителей Или в школе То, что запало в сердце В ум Глубоко В сердце Звук И этот звук Дает им направление Деятельности Вот Таким Если мы находимся В угоне невежества Мы слышим Звуки из невежества Как родственные Как понятные И близкие Если мы в угоне Страсти Мы слышим Звуки Из угона страсти Мы отрегулированы Как радиоприемник На эту волну И для нас Кажется О, это привлекательно Это хорошо Это интересно Если мы в угоне Благости Мы слышим Из гуна благости Как имеющие уши Услышат Говорится Есть уши Из трех гунт природы Но Это одна сторона Но если мы слышим Трансцендентный звук Каждый Услышит его Это написано Что Человек Его сердце Можно пробудить Любого человека Какой бы гуни Он ни находился Сердце Нечеловеческое Очень чувствительное Любой человек Склонен к любви Кто бы он ни был Даже Малюта Скуратов Даже Малюта Скуратов Жуткая личность В истории Знаете Кто не любил Своего сына Уму неубвест Какая была Любовь у него Сына Жизнь бы за сына Своего Он так его любил Что когда сын Покинул Он хотел убить его Он не мог пережить Это Любой человек Кем бы он ни был Он склонен к этому Поэтому Пробудить любовь Можно у любого человека Как С двух лет Например Так же Как от огня Можно сжечь В другой огонь Можно Но светрова сыры Не сразу Да Сначала Нужно Высушить Устранить Недостатки Дать знания То есть Мы должны Начинать свой путь С обретения Знания Если нас Убедит ученый Что испражнение Полезное Я могу Стать стул ветером Потому что Знание Такое Получил Искаженное Но знание Я знанием Руководствуюсь И нам доказывали В детстве И юношестве Что мясо Очень полезное Это же Наука доказала Вот я и принимаю Это Потому что Знание Подкрепляется Это все А знание Было неполное И ложное Когда Бухамед пришел Проповед Сумма народу Он сказал Я вас Пришел Освободить От лжи Ваших предков Его хотели Убить за это Потому что Чтили предки Убедились предками Это главное Было Родовые связи Определяли Всю цивилизацию Надеюсь Все сдерживаются А он Сказал Такую фразу И в конце Он повторил Эту фразу Когда Утвердилась Эта культура Когда он Победил Эту культуру И приняли Его Те люди Которые были Врагами Даже И сказали Мы просто Не видели Его Никогда Не знали Он такой Добрый Отпрощает Всех То есть Мы сами Создали Из-за Эти проблемы Он ничего Другого Не сделал За это Время И он Сказал Еще раз Посмотрим В конце Я вас Пришел Освободить От Лжив От Ваших Предков И они С этим Согласились Да Предки Наши Не знали Истины Потом Давайте Разберемся Откуда Жи Источник Брать Этого Знания Это Главный Момент Важнейший Момент Либо Скудные Знания Либо Искаженные Знания Либо Неполные Знания Нужно Познать Гуны Материально Природные Нужно Познать Себя В этих Гунах И В соответствии С этим Действовать Выходить Из Низших Гун Высшие Гуны Если Мы Думаем С вами Что Мы Уже В Высшие Гуни То Как же Будем Продвигаться Это Искаженные Знания Это Ловушка Для Ума Ум Придумывает Такие Знания Чтобы Бездействовать Я Сам Все Знаю Не Нужно Учить Нет Мы Ничего Не Знаем Мы Слышали Что Мы Когда Родились Мы Даже Не Знали Как Нас Зовут Нам Сказали Вася Будешь Все Значит Вася Мы Понятия Не Имели Что Это Замир Нам Просто Что Слышали 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 Где Знания А Все Что Мы Слышали Истина Как Сейчас Выясняется Вся Норка Сейчас Полностью Полностью Меняется Полностью Перелопачивается Просто История Практически Ее Нет Астрономия Практически Ее Нет Те Снова Которые Были Доказаны Как Абсолютно Истина Полностью Сейчас Меняются Все Трансформируется Оказывается Сейчас Выясняется Что Мы Ничего Не Знали Ни О Земле Ни О Космосе Ни О Человеке Даже Историю Замок Так Это Ж Естественно Вот Мой Отец Он Жил во времена Сталина То Поколение Ну Отец Умер Много Лет И у него Была На груди На левой стороне Наколка Портрет Сталина Когда я был Ребенком Я просто Не замечал Отец Всегда При мне Это было Нормально Я даже Вопрос Не задавал Что это Такое Ну Говорит Что это Сталин Да Потом Школьник Сказали Что Сталин Это Пульт Личности Как Не Зависимо Все Было Гладко Так Мягко Сказали Отец Поэтому Никогда Сталин Не рассказывал Потому что Мнение Уже Поменял А потом Я уехал Из дома С 16 Лет И не Жил дома Вообще У меня Уже Почти Самостоятельно И Через Много Лет Я Знаю Родителей Просто Через Много Лет Когда Я Вернулся К Родителям Какой-то День Я Сто Увидел Отца И Удивился Сталин На сердце И вдруг Понял Что это Такое Значало Он Увековечил Этот образ Потому что Он был Для него Дорог Я Понял Что Я Никогда Не пойму Отца Это Его История Потому что Это Отношение И Поскольку Наша История Не имеет Преемственности Она Утрачена Это Их Отношение Их Культура Мы В ней Не Жили Мы Ее Не Знаем Наша Культура Сменилась Мы Не Продолжаем Эту Культуру Мы Изменили Все Все Мы Забыли А раньше Были Династии Вы Ничего Не Меняли Основа Принципа Чистоты Никогда Не Менялись Культура Чистоты Не Менялась Никогда Вы Жили Двести Лет Сейчас Одна Культура Прекрасно Понимали Историю А Сейчас Непонятно Кто Такой Ленин Даже Листанин Для Разных Людей Разный Это Называется Преемственность Вот Это Непреемственность И Так Называется Дисбаланс В обществе Опять же Незбалансирован Неотрегулированная Жизнь Без Общества То Безбожие То Вер То Безбожие То Вер То Мир То Война То Коррупция То Наказание То Толстлагеря То Перестройки Хаос Какой-то А все только Потому что Язык Желудокогенитария Неотрегулирован Общество Вот такая причина Очень простая То есть Ты хочешь Изменить мир Контролируй Свои чувства И ты победишь Измир Распространяй Эту культуру Контроля Самоконтроля Не контроля А самоконтроля Не дисциплина А самодисциплина Не сознание А самоосознание Потому что Если это не Самосознание То это Сознание Зависти На кого-то мы смотрим Не на себя А на кого-то мы смотрим Работа Отдых Человек думает Отдых Это Мое свободное Время Что хочу Это делаю Ошибаетесь У нас нет Свободного Времени Ни секунды Нету Никто не дает Там права Убивать Время И на самом деле Можем убить Время А не наоборот Получается Как Кто кого убивает Если вы В океане Поймали Акулу Вот так вот В плаве Неизвестно Кто кого Поймал Вот удачная Как и арт Лежербанка Акулу Поймали Схватили Акулу Поймали Удача Удача Лежербанка Вы Хотите Убить Время На отдыхе Время Убивает Вас Вы Не вернете Ни одно Мгновение Назад И за какие Деньги Так Говорится Верно Отдых Это Не пусторие Провождения Это Не общение С проститутками В публичных Домах Лиги Трищеночных Клубах Нет Отдых Это Общение Достойное Общение Вдохновляющее Общение С кем поведешься Ты наберешься Это самый важный момент Санга Называется С кем общаешься Ты определяет Тебя Кто ты И вот Человеку Можно очень легко Определить Его суть Потому Как он Отдыхает Как он Наслаждается Чем Наслаждается И вы видите Что Мы видим Что много Известных Людей Вдруг Мы видим Что Они какие-то Странные Наслаждения Одна Семья Была Известна В Лондоне Сейчас Не знаю Какие-то годы Я знал об этом Очень богатые люди Одних Самых богатых Людей В мире Ну там Замки Все остальное Есть вертолеты Все что нужно Острова Все Но Как Наслаждаются Как Они едят Стол Примерно Стол Длиной Вот Сцены Может быть Так На этом Столе Каждый День Ежедневно Все Продукты Мира Которые Люди Детят В разных Культурах Хоть Бенгибу Хоть Француз Хоть Американцы Хоть Русские Хоть Украинцы Все На столе Стой Каждый Ежедневный День Готовят Все Блюда Которые Употребляют Разные Люди Разных Национальностей Мира Это Семья Из Трех Человек Мать Дед Сын Помогу Или Дочь И вот Они Выходят Прекрасно Одеты С Пластическими Операциями Все Очень Хорошо И Ходят Покруг Стола И Смотрят Что Мы Еще Не Ели Это Пустовре Оборождение Вот Это И Все И Отдых Это Не Искусственная Жизнь Где Мы Просто Можем Забыть При помощи Токсикации Каких-то Зрелищ Искусственно Отойти От Каких-то Своих Забот И Проблем Это Отмен Любовью Общение Если Мы В трех Аких Направлений Преуспеваем Утром Днем И Вечером Наша Жизнь Будет Успешна Во Всех Аспектах Во Всех Аспектах Если Мы Что-то Или день Или вечер Да Например Обычно Люди Что Упускают Упускают Утро И вечер Как-нибудь А главное Работают Деньги Да Продвинитесь Безусловно В этом направлении А все остальное Потеряете И близкие Отношения С детьми Потеряете И Бога Потеряете И так же Думает Человек В притче Иисусовой Он Думает Конечно Я займу Медитацией Займусь Духовной Практикой Буду ходить В храмы Читать Священные Книги И молитвы Повторять Все буду Делать Но сначала Должен Обить Амбар И зерно Обеспечить Себя Семью Правда Жан Как Что же Он Он Подумал Он А на следующий день Умер Вот такая Прича Очень простая Он Подумал И тут же Умер То есть Что здесь Безотлагательное Это нужно Это первостепенная Важность Представьте Что у вас не будет сил Даже протереться Тихо В этой машине Даже Белье Своё постирать Не будет сил Даже посуду Свою вымыть Не будет сил Даже поговорить С близкими Человеками Будет интерес И сил Но если Вы прежде всего Получаете Пищу Сами Вам Нетрудно Будет ухаживать За машиной Так что же Важно Реалитет Важна Наша Энергия Личное Могущество Остана Важно Внутренняя Сила Чистый ум Чистый разум Цель Возвышенная Речь Возвышенные Мысли Счастье Вдохновение Вот наша Жизнь А произвести Степно Машины Несложно Так Что-то Сходить на работу Поработать Разве это сложно Тем более Если Вы В таком настроении Вам это не сложно Вы даже Не заметите Трудности Вы не будете Уязвимы К обидам К проблемам Он станет Сильным Самосветящимся Будете Вселять В людей Веру Счастье Любовь Надежду Все от вас Будет исходить И сами Будете в порядке Поэтому Несомненно Сейчас же Нужно Возвратить Культуру Очищению Ума Прежде всего В семье Это очень важно Знаете Самая болезненная Это конфликты В семье От нагласия В семье Измены В семье Вот такие вот Проблемы Существуют Несчастье Несчастье Семья Это самые Глубокие Травмы Которые Получаются Сейчас От этого Сейчас Исходят С ума Потому что Нет Переверчив В семье У большинства Людей Ненадежно Даже Семья В семье И теперь Медитация Медитация Что же такое Медитация Важен объект Медитации Например На что мы Медитируем Например Если что-то Красивое Мы автоматически Медитировать Не сложно Смотреть на что-то Красивое Объект Видите Имеет значение Или что-то Очень интересное Там есть Знание И вы погружаетесь Размышляете И читаете И хорошо Вы себя чувствуете Видите Не сложно Погрузиться В это знание Если в этом Есть вкус И понимание Также Очень привлекательно Богатство Люди всегда Фантазируют Если бы у меня Были деньги Мечта Горшечника Есть такая притч Горшечник Сидит Кончарно И делает горшки И думает Мечтает Я продаю Один горшок За одну Так Какая сейчас Мелкая Купюра В Белоруссии Рубль Сколько Рублей Копейка Копейка Одна копейка Самая мелкая А рубль Это сколько Сколько стоит горшок Рубль стоит Чтобы я не исказил Сколько Десять рублей Десять рублей Вот-вот Горшечник Так и думает Верно Он же белорус Он думает Тут я делаю горшок Десять рублей Я уже заработал Смотрите А если я сделаю Два горшка Подумаю Ооо Двадцать рублей Здорово Еще лучше И он дальше Протезирует А если я сделаю Десять горшков На десять Сто рублей Вообще сто А погодите А если я продам Не за десять рублей Эти горшки А за двадцать рублей Ооо Десять рублей Так погодите А если я продам За пятьдесят рублей Каждый горшок И он уже стал миллионером Знаете Он уже дом построил Там Я женюсь У меня будет хорошая жена У меня будут деньги Хорошая женщина Красивая будет У меня Послушная будет Я же богатый человек Понимаете Да Послушная жена Будет Он сказал себе А если не будет слушать Я ей как дам И ударил По горшку И разбил его И расплакался И сказал Мне это видимо Так не стал бы богатым Мечта горшочек Медитация То есть мы медитеры У меня Вот построю тост У меня будут деньги Такой дом Другой Третья Визуализация называется Мечты Это как у Гоголя Чичиков Манилов Вот Манилов Такой характер Он говорит А что душечка В своей жизни Не построит ли нам Мост Прямо от нашей Деревне Прямо в Санкт-Петербург Медитация Не путайте Это не медитация Это фантазия Медитация Нужно быть основана На знании Например Могу ли я просто При помощи медитации Построить мост Сфантазировать то могу А вот построить не смогу Чтобы медитация Была реальностью Нужно изучить Сопромат Сопротивление материала Знать большую математику И иметь опыт И тогда Моя медитация На этой основе Станет реальностью 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 Я же не знаю Этой науки Медитация Просто фантазия Незбыточная фантазия Такой медитации У нас полны полно Незбыточных Мечты очень много У каждого это есть Не так ли Вот если нас рассмотреть Настоящий момент жизни Мы так и не получили То что хотели В жизни Незбыточных Как наши были Выборы Желания Медитации Фантазии Потому что Наши фантазии Основаны Медитацией На знании Поэтому мы должны знать Объект медитации Есть Для достижения Цели Три вещи Мантра Тантра И янтра Но я сейчас О мантре Что это такое Потому что Утрачено Остальное Но более-менее Знакомо Мантра Означает Обращение Звуковое Можете К Богу обратиться К человеку обратиться Сродни этому Аналогично И Достаточно Звуковой вибрации Чтобы получить результат Все Бытовой пример Я могу Обратить Своего друга Или дочь Скажем Дочь Или жену Да Всегда Когда говорю Жене Что-то Она делает То, что я хочу Сколько Приготовить мне Пожалуйста Ушен Быстренько Я спешу Там Куда Она Рассказилась И сделала Все А что я Такое Сделал Просто Звук Воспроизвел Обращался К ней Все Результат Есть Видите Как все Просто Но Вы Понимаете Это Это Просто Когда Есть Отношения Ну Любовь Прорусская Все Понятно Что Естественно Скажите Но Я Не могу Также Обратиться К кому-то Другому На улице Эй Дорогой Идите Сюда Не работай Знаете Это возмущает Просто Что такое Образованный Человек Или нет Что Если позволяете Кто Иван Для вас Я Для вас Никто Отношений Нет Оскорбления На самом День Что У меня Хотите Сейчас Милицию Зам То есть Мантра Работает Когда Есть Отношения Если Есть Такие Отношения В Знании Мантра Работает Вы Обращаетесь И Получайте Результат К ним Нужно Обращаться Их Нельзя Заставить Прийти Сюда Не Получится Ничего К ним Нужно Правильно Обратиться В знании Именно Вот Тут Требуется Знание И В знании Обращения Мантра Работает Это Мой Также Опыт Не Только Мой Многих Предыдущих Предшественников С которыми Я общаюсь Опыт Проверен Если Есть Отношения Звук Обращения Работает Если Нет Отношений Тогда Мантра Не Подойдет Если Вы Скажем Отказываетесь От этого Процесса Это Мантра Нужно Пользоваться Янтра Означает Машина Буквально Вы Не Обращаетесь К Машине Вы Создаете Машину Она Выполняет Ваши Пожелания Это Может Быть Именно Машина Либо Янтра Человеческое Тело Чужое Которое Вы Используете Как Машину Как Раба Просто Приказываете Ему Безотношения И В страхе Он Делает То Что Вы Хотите Это Называется Янтра Эксплуатация Техники Или Людей Вот Такой Метод Достижения Желаем Когда Нет Отношений Янтра Вступает Сил Представьте Бедный Человек Идет К Богатому Говорит Нет Денег Помоги Семья Умные Дети Голодные Отношений Нет Но Тебе Нужны Денеги Хорошо Вот Объем Работы Выполнишь Получишь Деньги Вот Такой Сум При этом Должен Слушать Меня Уважать Меня Подчиняться Мне То есть Служить Мне Это Называется Янтра Через Служение Через Работу Мы Достигаем Желаем О Простите Это Тантра А янтра Как раз Эксплотация Вот Янтра Это Эксплата А Тантра Означает Через Служение В этой Через Усилия И вот Видо Говорится Есть Вот Эти Способы И Человек По Собственному Выбору Выбирает Как Он Будет Достигать Свои Цели Мантрой Тантрой Или Янтрой Янтра Также Относит К этому Телу Тоже Как Машине Можно При помощи Тяжелой Работы Достигать Чего Виде Это Форма Федическая Форма Вы Никогда Не Знаете Богатым Человеком Невозможно Потому Что Надо Быть Под Контроль Чтобы Стать Богатым Человеком Или Обвести Знания Великие Нужно Стать Независимым Ни От Кого Это Называется Мантра Когда Вы Обращаетесь К Богу Останетесь Независимым От Обстоятельств Хороших Плохих Приятных Неприятных От друзей От врагов От славы От клеветы От всего От этой двойственности Потому Что Эта двойственность Только в уме В реальности Ее нет Нет друзей Врагов В реальности Это выдумка Я вам даже скажу Одну вещь Даже мужчины Женщины Существует Это выдумка Мы с вами Душами Мужчины Женщины Это Функция Ума Определяет Так Двойственность Когда Я делаю Короткандиражный Фильм О Друзьях И Врагах Грузинский Советские Времена Грузины Делали Короткандиражный Фильм Очень поучительные Такие Добрые Фильмы Вот Один из Таких Фильмов Я вам Все Расскажу Два Человека Поселяются В один Дом Новый Заселяются На Один Этаж Соседи По Подъездам Через Стенку Получается Подъезды Соседние Квартиры Соседствуют Через Стенку Один Музыкант А другой Слесарь У слесаря Какие-то Вибраторы Пилы Инструменты Всегда Шумят А у музыканта Понятно Своя И вот Через Стенку Они Начинают Ссориться Очень Быстро Мешают Друг Друг Представьте Музыкант И там Какая-то Пила Или Вибратор Работает А Музыкант Тоже Тылит Свои Гаммы На Нервы Действует Слесаря Они Стучат Ругаются Через Стенку Требуют Прекратить Хотя бы На час Остановиться И так Далее Но Когда Они выходят Из подъезда Поугулять Во двор Они Знакомятся И Нравятся Друг Другу Снутся Друзья И вот Сюжет Продолжается Через стенку Вражда У них Развивается А во дворе Дружба Развивается Интересный сюжет Как раз Хорошая Иллюстрация Что это Все Надумано И какой же Ум Сильный Как трудно В уме Врага Превратить В друга Посмотрите Какая сильная Иллюзия Двойственница Так вот Если вы Вращитесь К Богу Вы способны Преодолять Эту двойственницу Иллюзию В том Сюжете Фильма Они В конце Концов Бьют Эту стенку Вколачиваются Такие-то Гвозди И специально Насаждают Друг другу И дырочку Все-таки Пробивают И смотрят Друг на друга И не могут Понять Друг враг Друг враг Все меняется Кто же И фильм Заканчивается Такой Хороший Вопрос И это Говорит Видно Что даже Когда Мужчина Женщина Такую Оценку Даем Это Все еще Просто Оценка Ума Потому что В этом теле Есть Что-то Другое Особое Родственное Каждому Из нас Это Частичка Бога Духа Душа Бессмертна Оттверждают Все священные Книги мира Не голословно Это Опыт Всех Святых Это Доказывается Во всех Упанишадах В Пуранах Описывается Реинкарнация Все События Подробно Реинкарнация Описывается В Одиссеи В Илиаде Намеки Есть В Библии И в Новом Завете Особенно В Ведах И в Русских И Индийских Более подробно Объяснено Везде Одна и та же Информация В той или иной степени Но до сих пор Препет не изучен Что же такое Душа И как она Бессмертна И почему Все-таки Тело умирает И я переживаю Смерть Да вы переживаете Смерть Но вы не умираете Смерть Тела переживает Как свою собственную Но вы не можете Умереть Потому что Душа Бессмерт Ее нельзя Расшлить на части И писать Завгитии Нельзя Растворить в воде Нельзя Рассечь И сжечь И высушить Оно нематериально Никогда не было так Чтобы я Или вы Не существовали Никогда не будет То время Что мы прекратили Своё существование Родившийся Обязательно умрёт Родиться снова Это наше Очередное Воплощение Очередное Из многих Миллионов Прошлого Представьте Мы Бесконечность Есть эта череда Нам сейчас Трудно Это понять Откуда мы Идём И куда Поэтому Дается руководство Извечности Сюда приходит Обращение К источнику К моему Источнику Так я могу Восстановить Себя Быстро Очень В одночасье Просто проснуться Нужно Как человек Спит В холодной Комнате И ему Глохо Во сне Он не осознаёт Что причина Холод Он ему что-то Снится Дурно И он страдает Съёршился Но вот Заходит Человек В комнату И видит Что кто-то Вот так вот Мёрзнет Во сне Зажигает Печь Камин Укрывает Его Одеялом И человек Так распрямляется Во сне И ему Так хорошо Хотя он не знает Причины Почему Он спит Таким же образом Душа существует В теле Как будто Спящая И вот Нам плохо Нам что-то Грезится Здесь Мы ищем Причины Почему плохо На самом деле Просто потому Что у нас Нет этой Божественной Любви Есть ясный Пример Как рыбу Если вытащить Из воды Вы ничем Не удовлетворите Некольное количество Материального счастья Ни деньгами Ни водкой Ни мясом Ни зонтиком Ни матрасом Ни одеялом Ни квартирой Ни машиной Ни гирляндой Ни украшениями Вода нужна Вода нужна Пробали поесть Во сне Какой результат А никогда не пробовали Сходить в туалет Во сне Очень интересный эффект Это здесь иллюзия Мне часто Снится Что я ищу Туалет Во сне Мне нужно Сходить в туалет И никак не получается Потом Я просто сплю Это сон Сквозь сон Я создаю какие-то иллюзии Потому что Моя потребность Я создаю какие-то иллюзии Сам Пользуйся всегда Обратной логикой Это потрясающая Функция ума Всегда Когда что-то Слышите Он что-то Теоположное Говорит Отражает Обратную логику Три мудреца Собрались Обсудить Почему Солнце всходит В чем причина Один сказал Я знаю Я наблюдаю Каждый утра Это феномен Перед тем Как солнце встанет Сначала дворник Войдет на улицу И начнет мести дворы И вот сразу После этого Солнце всходит Тоже сказал Да Хорошее Наблюдение Но Простите Вы не совсем Точны Я знаю Что дворник Выходит И метет метвой Но есть еще одна Деталь И пустили ее И в чем солнце Встанет Еще Свинья Войдет на помойку И вот тогда Уже точно Солнце всходит Третий сказал Очень хорошее Наблюдение Поздравляю Но вы знаете Главные вещи Дворника Понятно Это очевидно Для всех Да Свинья тоже Выходит Перед подводом Солнца Но Главная вещь Пока муха Не сядет На ухо Свинье Солнце не станет Это обратная Логика Чем сейчас пользуемся Мы с вами Знаете Чем она заканчивается Я Бог Вот он Перевертыш Вот в чем причина Наши все проблемы Главная Коренная причина Мы все Мним себя кем-то А веды говорят Познай себя И познай Бога Обратись К Нему Как к Богу Не к себе Как к Богу А к Нему Как к Богу Попытайся Сделать От сердца Из благодарности Сначала должен понять За что Его благодарить Как один человек Знаете На Новый год Встает Поднимает тост Говорит Боже Благодарю тебя Что у меня Вот такой большой дом У меня хорошая семья Дети Деньги Земля У меня Все есть Хотя я не знаю Почему я благодарю Сам все заработал Да Почему здесь Бог Нужны знания Чтобы мы могли понять Способность Человеки От Бога Талант А вот Пищеварение Это от Бога Семя всего живущего От Бога Сила сильного От Бога Разум разумных От Бога Это ключевые моменты Которые мы не можем Управлять Как Христос говорил Мы не можем Даже себе налог От росту прибавить Мы не можем Разум отдать Сами Мы это получаем Откуда-то И вот наш вопрос Как это получить Обращайтесь Если правильно Сделайте эту мантру Обратитесь Получаю Дадаме Буддхиогамтам Яномпаяльный Через любовь И приятность Разум приходит Через бескорыстную Делительность Разум приходит А корыстная Делительность Отнимает разум Выгода Выгода А значит жестокость Ведь почему Мы сражаемся Из-за денег Из-за выгоды Из-за земли Из-за собственности Вот она проблема Нашего века Калия Если мы отрегулируем Эти моменты О которых мы сейчас Говорили Практически По поводу мантры Я только расскажу О том Какую я мантру Повторяю Потому что Этот момент Никак нельзя Навязать Не то что Скажу Что вы должны Эту мантру Повторять Не понимаете Не понимаете Таким образом Потому что Я тут понимаю Вопрос Чистосердечный Индивидуальный Но я скажу Что я делаю Потому что За это я отвечаю Это мой опыт Вы меня простите Но я не следую Христианской традиции Потому что Я воспитывался В эпоху атеизма Я пришел К веду Я сейчас Представляю Обийскую культуру Она не противоречит Никаким религиям Никаким вероучениям Это мой вывод Лично Я просто скажу Какую мантру Я повторю И как я это делаю Уже на протяжении Тридцати двух лет Ежедневно Два часа Чуть больше Каждый день Да Уходит Не думайте Что это трудно Или какая-то Сверх Человеческие И усилия нужны Для этого Нет В этом есть Особый вкус Значит я не мог Делать это Всю жизнь Правда Моя жена Тоже повторяет Делает то же самое Моя дочь Тоже повторяет Делает то же самое Ее муж Делает то же самое Моя мама Делает то же самое Папа нет Сестра не хочет Дисполь не сказал Но двоюродная Сестра Что-то делает То есть у меня Ведет Неплохая ситуация Вот личная ситуация Неплохая Итак Здесь остальные у нас Демонстрационные четки Не индивидуальные Вообще четки Это индивидуальный предмет Который так вот не показывает Никому Это демонстрационные четки Бусы Насколько я понимаю Это дерево Ним Возможно Из Индии Возможно Белого цвета Но 108 бусинок Здесь Священное число 109 разделителя Как вы видите Они не медитируют Этой бусине Разделительной Это отметка Вы берете Если хотите Большим И средним пальцем Берете первую бусину Вот этих четких Номер один Массируете вот это место Вот так вот Вращаете здесь Занимаете Сиздание Обязательно И Вслух Для себя Повторяете Звук Произносите Берете Матру То есть Нужно Слушать Именно Себя Очень важный момент Услышать Себя Потому что Мы Если не слышим Себя Мы не услышим Никого С этого Начинается Процесс Познания Услышать Себя Есть Просто Звук А есть Качество Звука Насколько Это искренне Сделаем Это же Другой вопрос Пока Давайте поговорим Технически Как Просто Либерировать Матру Она Сама Обладает Силой По себе Вращайте Гусину И повторяйте Слух Негромко Харе Кришна Махаман Это только Я повторяю Харе Кришна Харе Кришна Кришна Харе Харе Рама Харе Рама 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 Перевысил Следующий Другой вопрос Делайте И слушайте Харе Кришна Харе Я это Повторяю Вам нужно Уплотнить Вибрацию Насколько сможете. С опытом получитесь. Быстро нужно что-то делать, чтобы ум не успевал о чем-то еще думать, то есть уплотнить звук. И вот так медитируете, вот погружаете в эту вибрацию звука. 108 раз один круг называется. Так, вы прошли 108 раз. Если вы будете делать один круг ежедневно, это минут 10 займет в плане опытности даже быстрее. Вот так внимательно будете слушать звук. У вас появится способность отличать искренность, не искренность, ложь и правду в людях. Вы будете чувствительны к именно искренности людей. Можете распознавать это. Просто один круг. И качество доброты у вас увеличится. Ну, я уже не буду говорить, что мясо нужно, конечно, поставить. Если вы взяли вот это в руки, мясо оставьте сразу же. Это мой совет. Это первое, что нужно сделать. С остальным, но потом, даже если вы хотите. Но мясо сразу забыть. Да вам и не захочется. Если вы два круга повторяете. Вернее, четыре круга скажу. Это займет примерно полчаса интенсивной медитации на звук. Четыре круга означает, что ваши материальные дела пойдут резко в гору. Ваша концентрация, ваше влияние на людей измерится. Ума настроение все определяет. Так. Четыре круга меняется ваша деятельность и качество вашей деятельности. Даже начавшись на работе, начинаете задавать вопросы и слушать, что вы скажете. То есть, ваше влияние меняется. Если вы повторяете восемь кругов на четках каждый день и слушаете, это примерно час времени. Может быть, чуть больше займет. То вы почувствуете вот в этой области трансцендентный опыт, ощущение некоторое. Некоторую тоску, как бы предчувствие другого мира возвышенного. Ощущение будет такое, восприятие будет такое. Вы начнете тосковать по этому миру. Но если вы повторяете шестнадцать кругов каждый день, я повторяю шестнадцать в минимум. Значит, два два с половиной часа агитации. Ну, тогда не знаю. Вы сидите, воровываете. А, четыре сто двадцати? Горей, ты же на форсаве. О, Боже мой. Ведь земли нет. Не начинайте шестнадцать кругов. Не рекомендую. Вам может показаться, что вы стали Иисусом Христом, пророком. Вы начинаете видеть карму, гуны, как вращаясь. Поэтому не делайте резких движений. Потому что в этом случае может случиться странная вещь, неприятная вещь. Когда вы в это состояние войдете неподготовленным, вы подумайте обязательно так. Все остальное не нужно. Зачем мне эта работа вообще? Эта учеба? Эта семья? Не надо. Я уже освобожденную душа. Видите, написано, что нужно руководствовать правильно в духовной жизни. Как? Вы должны не прекращать свои обязанности. Нужно выполнять свои обязанности. Но думать должны о Боге. Вот в чем заключение. Вот в чем источник нашего успеха. Если вы прекращаете работу, вы нарушаете закон Дхармы. Вы отказываетесь от долга. Вы совершаете грех. Поэтому некоторые люди по незнанию и на таком думают. Практика значит уйти куда-то в вашем. Все бросить. И там покрутиться в медитацию навечно. А потом всю жизнь сожалеют об этом. После этого. И родственники беспокоятся. Что очень опасно на случай. Людей вырывают из социума, из школы, из семьи даже. И все. Они как озорное облако. Ни материально, ни духовно. Все теряют. В итоге. Поэтому истина как это дается знанию. В исполнении долго нужно это делать. Не прерывать исполнительных обязанностей. Семья, работа. Все что мы делаем. Суть в том, что наша семья работа очистится таким образом. Качество нашей работы. Качество наших отношений в семье. Все очистится. Все это нужно возвысить. В этом наша задача. Для этого мы повторяем эту мантру. Возвысить свой ум и помочь людям. Мантру. И так постепенный рост. Начинаете, если кто-то хочет, начать с одного круга. Конечно же. Но каждый день. Затем вы почувствуете, как это добавлять. Вы сами руководство уже будете получать внутри сердца. Если будут какие-то вопросы. Спрашивайте того, кто уже имеет опыт в этой практике. Он будет помогать. Может быть какое-то изведение у вас проявится. Или какая-то эмоция, которую вы никогда раньше не испытывали. У вас будут какие-то вопросы. Да. Но тут нужно советоваться теми, кто уже имеет опыт. Наверное, это все, что хотел сказать сегодня. Раз мы пришли уже к мантре. Все обсудили. К медитации. То есть, видите, простая техническая вещь. Могучство этой мантры неизмеримо. Ниджасарва шахти записывается по поводу этой мантры. Тут все энергии есть. Звук имени Бога не отличается от Бога. В этом объяснении. В одной из Пуран утверждается, что достаточно этих трех слов. Хара, Кришна и Рама, чтобы остановить влияние века калии. Все недостатки можно контролировать. Век калии – это как плохая погода. Дождь идет повсюду. Сырый, мокрый, холодный. Неблагоприятная погода. Мантра подобна зонтику. Все, вы защищены будете. Ваш ум будет защищен. Я это могу гарантировать, потому что я это практикую. Остальные вещи я не говорю. Потому что вы можете иметь другой опыт, других традиций. Почему нет? Суть в том, что век калии работает только имя Бога. Ни храмы не работают. Ни безумные медитации не работают. Ни жертвоприношения велики не работают. Все это осквернено век калии. Раньше работало. Век калии работает только во спевании имя Бога. Харернама, Харернама, Харернама. Кевалам. Калаунастива, Настива, Настива. Век калии. Нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути, кроме воспевания и повторения имен Бога. Да, в любой традиции, посмотрите, практика эта описывается. Воспевать имя Бога с барабанами, литарами, цимбалами. Да светится имя Твое. Где двое трумя воина мое, там и я с ними. В исламе 99 вон Аллаха, и люди воспевают это все. И то имя, на которое вы медитируете, именно такие качества вы себе и развиваете. Милосердный есть такое имя. Разумный есть такое имя. Всепрощающий есть такое имя. Сострадательный есть такое имя. Вот на какое имя вы медитируете, такое качество вы развиваете. Что означает? Все прекрасные. Все привлекающие. Рама означает блаженство, радость. Некоторые считают, что это сотые имя Бога. Я не знаю. Потому что в Коране говорится об этом. Есть еще сотые имя Бога, познав который человек будет творить чудеса. Может быть это и сотые имя, я не знаю. Но чудеса, как происходит в вашей жизни, не собираются. Итак, пожалуйста, вопросы. Добрый вечер всем. Добрый вечер всем. Добрый вечер всем. Мой вопрос такой. Верховная личность Бога, Кришна, имеет проблемы? Проблемы. Интересный вопрос. Даже так прямо нельзя сказать. Но есть. Есть проблемы. Проблемы. Это называется на санскрисе лила. Игра. То есть его проблемы – это разновидность игры, наслаждение. В том, что в материальном мире проблема означает страдание. Этого нет. В Боге нет страдания. Есть лила. Но эти лила означают также переживание, разлука, встреча, беспокойство. Но духовного порядка, трансцендентного порядка. Это как волны экстатические в океане сравнивают эти проблемы. Волны экстаза. То вверх, то вниз и так далее. Поэтому нельзя сказать, что это проблема. Разнообразие скорее счастья. Позвольте последнее добавить. Еще вопрос? Нет, позвольте. Значит, если узнать его проблему, то это будет первая ступень любви к Богу. То человек начинает его любить. Поэтому существует понимание, что это первая ступень к Богу, если узнать его проблему. Спасибо за ответ. Я благодарен вам. Спасибо. Так, пожалуйста, ваше вопрос. Воинам разрешалось есть мясо. Воинам разрешалось есть мясо. Воинам? Воинам. Получается они свою душу, как бы они жертвовали своей душой ради своего долга? Нет. Воинам разрешалось надоесть мясо. Я в прошлом в физической культуре, когда были настоящие воины, воины. Воин – это тот человек, который должен уметь убивать опыт. Поэтому он позволялось охотиться на животных некоторых. Но тех животных, которые не убивали, ограничилось их количество жертвоприношений. Для жертвоприношений только. Потому что, знаете, азарт, охота, можно убить всех живых существ в итоге. Поэтому это ограничивается ровно столько, сколько необходимо для жертвоприношения. Именно такие животные, которые годятся для этой роли. Либо опасные животные, которые нарушают покой в обществе. Хищники. Слишком много. Тоже их регулировали. Воин. Вопрос в том, что они как, они же следовали, как они к своей душевности. И ведическая культура в чем заключается? Что когда человек убивает животное, вот кшатли, воин, он должен совершить ягод и зарыть жертву. А означает, что должен потом попробовать жертвенной пищи немного. И там говорится, что не каждый человек, кто ест мясо, это падший. Если человек это делает как жертвоприношение, он не падший, он цивилизовый. То есть, простите, в век кали сейчас запрещено делать людям. Мы утратили искусство жертвоприношения. Сейчас животных убивает искренне, чтобы просто съесть, наслаждаться. Трансцендентный звук. Трансцендентный звук. Что такое трансцендентный звук? Это означает, что над материальным есть звук. Материальный есть духовный звук. Мы применяем слово «трансцендентный». То есть, духовный. Над материи. Над физическим. Над материальным. Выше. Как бы? Вот имя Бога это и есть трансцендентный звук. В материи нет любви, допустим. В материи нет сострадания. Это все материальное. Материя — это выгода. Это личные желания. Это и есть материя. Вот это все материальные звуки. Отсюда они исходят из этих энергий материальных. А трансцендентный звук — это любовь, благодарность, сострадание. Вот видите, вот этим отличаются все звуки. Поэтому если у вас в сердце есть вот эта духовная энергия, и когда вы говорите, слова произносите. Слова могут быть духовное влияние. Потому что наполняется этим качеством. И вот эта мантра пробуждает духовную вибрацию в душе. Пробуждает душу. Вот эти качества. Если вы внимательную мантру будете повторять, вы не сможете есть мясо. Или пить водку или что-то. Это невозможно сочетать. Называется расабхаза. Соль и сахар вместе не смешивают. Это невозможно. То есть как в авторизма это должно быть просто чисто техническое сухое произношение, либо обращение искреннее к Богу. Сначала нужно усвоить технику просто. Это как гаммы, знаете, музыканты изучают гаммы сначала. Четы технические. А когда усвоил все это, он начинает уже играть музыку. Вот эта музыка проявится. Сначала нужно просто ум средоточить на звуке. Больше ничего. Просто попытаться не думать ни о чем. Контролировать звуком этим. А сама вибрация пробудит все остальное. Эту эмоцию, эту связь почувствуете, и вы увидите, что как это работает. То есть что-то от настраиваются, а что-то от мантры зайдет. С двух сторон. Как правильно освещать пищу? Это вчерашний вопрос у нас. Пища должна готовиться для Бога. Он первый должен пробовать пищу. И мы должны первой наслаждаться, а он. Значит, в чистой одежде, конечно, у нас умовение, утреннее должно быть хотя бы, чтобы пойти на кухню. Чистая, специальная одежда для кухни. При приготовлении не пробуйте пищу. В пользу с рецептами точными. Даже не пытайтесь по запаху оценить пищу. Наслаждаться ненужной. С медитацией то, что он должен первый попробовать оценить это все. И делайте как можно лучше. Тщательно, качественно. Затем у вас должен быть такой алтарик. Ваш алтарик. Я не знаю, у меня есть свой алтарик, у вас свой алтарик. Своя традиция. Если в моей традиции, значит, там есть специальный алтарик. Потом можете познакомиться с этим. С этой традицией. И я предлагаю пищу через гуру парампору, как это предписано в ведомии. Не прямо, а напрямую к Богу, что кто я такой. А через парампору, те, кто приближены к нему, ближе. Такая цель, ремственность существует. Я через своего духовного учителя специальный мантры произношу. Несколько мантр. С просьбой принять эту пищу. И квалификация моего гуру, его духовного учителя, его духовного учителя, она переносит это все, передает туда. Затем на алтаре этой пищи стоит какое-то время, несколько минут. Затем вы подходите, звоните колокольчиком в знак того, что закончено предложение. Забираете этот поднос, который никто не ест в эти тарелки. Это отдельная посуда для предложения. Перекладываете все обратно в какие-то кастрюли. Отдельно то, что с алтаря отдельно можно отложить. Посуду моете тщательно, укладываете. После этого рассердите за стол. И пробуйте, увидите, что будет. Сами. Если вы не хотите эту традицию использовать, гуру Парампору и прочее, можете в своей традиции просто обратиться к Иисусу. Примерно скромное подношение, какие-то молитвы прочитайте. С этой медитацией, чтобы он попробовал его. С любовью, любовь. Пища не нужна ему, любовь нужна. Это Бхакти, это любовь. Больше ничего. Ему ничего не нужно, в принципе. Бог самостоятельно. Но любовь примет. В этом секрет весь. Остальное увидит мистический процесс. Вы увидите, что качество и пищи изменится. Вы будете есть и сознавать Бога. Это его ответ. Расскажите о рождении ребенка и о роли отца и матери в этот момент. Ребенок нужно правильно зачатить. Это первый момент. Потом рождается ребенок. Хорошая. Ребенка хорошо это устроила для контроля чувств, брака и рождения ребенка. Брак означает, что мужчина и женщина контролируют свои чувства по отношению к другим мужчинам и женщинам. Все. Свобода кончилась. Муж на жену смотрит, жена на мужа и на кого-то другого. Все это контроль. Для ограничений не делается брака. Верность. Долг. И ребенок затем приходит в семью. И между ними становится. Между их вниманием друг к другу. Он требует себе внимания. Вот тут некоторые мужчины чувствуют себя не очень хорошо. Когда ребенок рождается, жена смотрит на ребенка, на него уже не смотрит. А ему говорят, иди сделай то, иди сделай это. Где диагрин? В таком духе. Вот это для него тоже трудный период времени. Смириться с тем, что ему внимание уделяется как раньше. Та, что было всем для нее, а теперь вот уже ребенок снимает это место. Это хорошее. Вот тут начинается уже обязанность. Долг. Нужно принять ребенка как дар Божий. Обязательно. Потому что именно от Бога мы получаем человеческое существо. Говорите, что тело человека это дар Бога. Особый дар. Не животное. И вот тут нужно это осознать. Причем он рождается уже совсем необходимым, чтобы стать великой личностью. Ну, конечно, судьба карма. Но если вы правильно начинали, вы обычно пригласите ребенка достойного своего семью. Не случайного какого-то личности, нежеланную личности. Нет. Эти процессы тоже можно управлять. Когда приходит нежеланный ребенок, то я не знаю, что сказать. Это на всю жизнь, как бы, доказательный. Именно желанная личность. То вы его от Бога принимаете. И вы работаете с ним, учитывая его природу, данную от Бога. И делаете из него эту ценность создаете. Его природу развиваете. Никакую. Не вкладываете в нее что-то. Не довязываете ему. А пытаетесь понять именно его природу. То, что у него заложено. А дети очень чисты в этом возрасте. И когда ребенок с ребенком общается, муж и жена, мать и отец, они очищаются также от вождения еще больше. Чем больше детей в семье, тем чище считаются родители. Тем больше у них добродетели считается. То есть большая семья, а это очень хорошо для семейного человека. Потому что дети очищают наш разум. Каждое изначатия рождения ребенка. Представьте. Один раз секс и на всю жизнь ребенок. Видите, какая вещь. Аборты не предписаны. Эти искусственные ограничения не предписаны. Нет. Разум должен это контролировать. Если вам не нужно больше детей, ограничивайте себя. Это разум. Вот это культура духовная. И, конечно, вы это восполняете, этот вкус, духовной практикой и воспитанием детей. И вот этим общением. Возвышаете эту, сублимируете эту энергию вверх. Это семья. Семья – это йога. Видите, тоже. Все заповеди духовные, религиозные для семьи даются. Это принцип семьи. Тут управляют два закона. Любовь и доверие. Больше ничего. Это называется семья. Итак, воспитание детей – это отдельная огромная тема. И обязательно изучайте ее. Потому что от этого зависит будущее всего общества. От того, какой ребенка мы воспитаем. Не бывают своих и чужих детей. Потому что каждого дитя мы отдаем обществу. Это наши дети. Это наше будущее. Это не мой ребенок. Он принадлежит всему обществу. Поэтому я несу ответственность, как родитель, который воспроизвел этого ребенка и воспитывал его. И дети, я сказал, могут быть наказанием за грехи родиться. А могут быть благословения. И поэтому нужно знать науку зачатия. Если с тех, для развлечений придет пахотливый ребенок, задаст жарю на всю жизнь. Пахотливый, значит, непослушный. Нежеланный. Мы не такого хотели вообще. Переходится с ним в жизнь. Как-то вот общаться. Горе, вырубок такой. Вот так прямо родители говорят. Сердце просто не знает, что делать. Как больно вот так вот иметь такое дитя. Нежеланный пришел ребенок. И, говорит, нежеланный ребенок приходит, когда чистота женщины в обществе уходит. Легходоступные женщины становятся загустыми. Вот эти религиозные принципы верности в семье, чистоты уходят. Вот тогда приходят нежеланные дети все. И разрушают общество. С ними трудно что-то сделать. От похоти рождается пахотливый ребенок. От страха рождается ребенок с плохой психикой. От ссор и обид рождаются замкнутые дети. Уже с врожденным каким-то пороком, проблемами. Даже могут родиться больные дети, как назидание. Прошлое отношение нашей дети, прошлой жизни. Поэтому, прежде чем зачать ребенка, пригласите достойную личность. Рекомендуется родителям, которые хотят зачать ребенка хорошего, в ночь, в день, перед зачатием ребенка, повторить хотя бы 50 кругов мандреля. Это взлет почти целый день. Настроиться. Потому что именно ума с тренингами зачатия определяет личность, которая приходит. Любовь родителей очень важна, взаимная. И хотя бы минимум, когда зачиняете ребенка или уступаете в отношения, желаете иметь хорошего ребенка. Вот с этим хотя бы желанием нужно уступать в отношения. Не просто наслаждать чувства. А ребенок потом как-то вот получился. Не знаю как. Ну вот такой ребенок и получится. Неизвестно какой. Это описано в ведах. Есть какие-то разделы об этом. Что такое сексуальная жизнь. Как она важна в цивилизованном обществе. Потому что именно дети. Об антополах, браках ничего не написано. Детей там нет. Там нет в общем-то. Прошу еще вопрос, Кремль. Да. Вы сказали, что у него с подробностями, что у него отца и матери во время прихода ждет. Какую роль у него для этого сделать? Понимаю. Понимаю, понятно, она рожает. Но мы же все шутеролки и сутки. Какую роль играет мать и отец в момент рождения ребенка? Отец, он не играет для ребенка какую-то роль на первых порах. Нет, вы не рожаете ребенка. Женщины рожают. Мужчина вообще не пускают. Это женщины там делают. Они знают, как это делают. И это искусство знает только женщины, как родители ребенка вынашиваются. Мужчина просто получает нервный срыв, когда где-то там все равно. Так он участвует. И сюда не пускают вообще. Не нужно их там быть вообще. Есть еще один вопрос. По эмоции. Что такое эмоции? Как они правильно сквозлятся? И, скажем так, воль мужчины в эмоции, воль женщины в лицо. Есть, скажем так, воль мужчины, что женщины, которые она проводит в своей природе, она соответственно находится на эмоции. Есть. А у женщины формируют эмоции или еще. А у женщины вольтые походы, вольтые походы. Есть такое множество соображения, как слив эмоции. Женщины сливают эмоции. Сливать эмоции. Хорошо, я коротко расскажу о том, что я ранее говорил в лекциях о психологии мужчины и женщины. На ваш вопрос, потому что многие люди первый раз могли здесь быть. Эта тема важная. Мужчина, женщина. Я изображаю здесь психологию условно. Два полушария мозга. Мужчина, женщина. Посмотрите, как они функционируют. Все поймете. Есть сторона, значит, чувственное чувство или эмоциональное. И разум рациональное. Два полушария, две функции того и другого. Однако, женщина устроена глубже мужчины в девять раз. В девять раз глубже чувства и рассудок. А у мужчины единица. Это в идеале. Это общая цифра, понимаете, там есть много тонкостей. Я сейчас просто в целом беру, девять единиц беру сразу же. Потому что там есть тонкости. Например, голод женщина чувствует в четыре раза сильнее, чем мужчина. Поэтому они едят постоянно по чуть-чуть. А мужчина один раз, но много. Два-три раза в день, но солидно. Женщина по чуть-чуть, но постоянно что-то ест. Что у нее чувство голода для нее труднее переносить. Но если все это сложить вместе, то девять единиц примерно беремые в глубины силы, чувства, разума. А у мужчины всего единицы, смотрите. Деньги в этом плане. То есть в практическом смысле мужчины всегда глупее женщины. В жизни, по жизни так. Девочки в классе там уже, в одиннадцатом они уже практичны, разумны. Мальчишки все еще как дети в этом плане. То есть в чем-то фантазируют. Ничего себе не представляют. Но в этом есть также и недостаток. Она в девять раз зависимее от обстоятельств. Видите, ей труднее справляться. Труднее меняться в силу вот этой глубины. Женщина считает, что неисправимая в принципе. То есть женский алкоголизм сложнее, чем мужской. В наркомане женская то же самое. Это в девять раз представьте. Но эта единица амфетическая, современные психологи говорят полторы примерно единицы. Сейчас максимум две различия. В наше время сейчас третью. Женщину ущемляют в этом. Потому что тут целомудрие важно. Если она целомудрина, то девять единиц. Если нет, то это может быть меньше или почти не остается мужчиной. В наше время, вы видите, женщину сделала всего в два-полтора раза отличающейся глубиной. Они почти сравнались с мужчинами уже. А мужчина, хотя имеет единицу как бы этих чувств и разума материального, он в девять раз свободнее. Он предназначен для принятия решений по этому. Для женщины принятия решения в девять раз труднее. Почему? Потому что ее чувства и разум работают одновременно. Вибратор внутри. Она все знает, все понимает, но не знает, что делать. Именно поэтому ей нужен мужчина, у которого либо чувства работают, либо разум. Что-то одно. При этом, если чувства включаются, разум устраняется. Если разум включается, чувства устраняются. Видите, какая есть плюсы и минусы у каждого. Если он становится чувственным под влиянием женщины, то его называют на санскрите джадо, придурок. Он теряет разум, а для мужчины главное разум для принятия решений и целей. Поэтому, когда он якшается с женщинами, так говорится, он придурок, все джадо, это не мужчина. Поэтому ему нужна не женщина, а жена. Тут разность создается, понимаете. Жена напоминает о долгии, не только чувства, еще и долг. К разуму обращается мужик. И она делает дорогой, что делает, не знаю, так или так, так или так. Сливает у него всю эту эмоцию, беспокойство. Он не может так переключаться, это невозможно для него. Он просто кулаком так стопкает, все, делаем так, я решил. Он должен принять решение. Она говорит, ну не знаю, не знаю, не знаю. Она так будет бояться, беспокойство. Ну все, она сделала свое дело, он принял решение. Теперь он отвечает за это все, смотрите. Он сделал и не получилось. Я тебе говорила. Или сделал и получилось. Это я тебе говорила. Все, она замужем, защищена. А мужчина, единиц ему нет проблем. Ошибся или не ошибся, ну какая разница. Еще раз попробуем сделать. Он это нормально переносится. Это мужчина. Поэтому мужчина должен уметь контролировать свои эмоции, чувства. Женщина, в принципе, не способна, и не нужно ей это делать. Для нее должен быть муж это сделать. Она нуждается, вот видите, в общении с мужа. А мужчина, для него 9 единиц это вдохновение. Это источник силы его принимать какие-то новые, новые решения, достигать каких-то новых, новых целей. Женщина вдохновляющая сила. Мужчина. Мужчина ведущий получается, вдохновленный этим. Поэтому настоящая женщина, если у нее 9 единиц, она не требует ничего от мужа, а вдохновляет его. Если она требует, она потеряла уже могущество. Она просто раздражает его. И если она любима, он ее допускает к этому управлению, к этому регуляции, чувству разума. Он доверяет ей. Если она без любви это пытается делать, это ведьма называется для него. Он ненавидит ее, отталкивает. Поэтому любовь. Женщина, она должна чувствовать любовь мужа. Тогда она получает рычаги к деятельности через мужа, к управлению. Что-то тоже вкладывать, реализовывать себя. Если любви нет, она не имеет ничего, никаких полномочий ведь. Потому что она не может без мужа получить ничего, говорится. Ни ребенка, ни престиж в обществе. Если она получает это без мужа, честь не прибавляет ей это. То есть женщина зависима в 9 раз. Поэтому ей нужен муж, любящий. Сын любящий, отец любящий на всех этапах. Любовь должна быть у нее. Иначе женщина не может улучшить себя без любви. Сама 9 единиц неисправит. Но из любви она сделает очень много. Божьей, чем мужчина тоже. Я думаю, ответил данный вопрос. У нас еще есть несколько минут похожих. Человек мужчина имеется в виду. Женщина как справится с эмоциями? Идти к мужу. А? Отец. Отец есть. Мать есть. То есть родственник есть. Ее любят, понимают. Все хорошо. Ничего. Девушка эмоциональная, это нормально? Должна быть эмоциональная. А в прошлом они еще более эмоциональные были. Почитайте Толстого льва, вот эти светские бабы. Там че-что в обморок падут, да? Очень эмоциональные. Очень чувствительные особо. Сейчас же в обморок не падают. Держатся. Агрессивный, это джадо. Агрессия описывается, вот так исходит, из неудовлетворенного вожделения. В этом повинно влияние женской энергии, ну чрезмерное. Агрессия, это неудовлетворенная похоть, которую нельзя удовлетворить. Чем больше удовлетворяем, тем больше вот это вот неудовлетворение. И когда мужчина именно как объект похоти рассматривает жену, становится вот таким раздраженным, агрессивным, начинает грубо с ней обращаться, унижать ее, плохо говорить с ней, орать на нее, это все результат удовлетворенной похоти. Поэтому у мужчины должна быть цель воздушная в жизни. Потому что любая жена, она будет его раздражать. Вы помните, как туда-сюда будем, не скажете, всю жизнь передо мной. Я же не знаю, что с этим делать. Потому что у мужчины должна быть высшей цель, чем семья. Мужчина должна быть свободен в семье для высшей цели, а женщина не может быть свободна от семьи. Для мужчины главное свобода, не семья, а свобода и семья. И женщина предоставляет ему свободу, когда мужчина чист по мыслам. Тогда он свободен. Делает, что хочет, и куда хочет. И чист. Я тебе доверяю. Если мужчина не исчез, для него семья, это подобно ловушке в тюрьме. И тогда он становится агрессивным, раздраженным, надридурелем. Поэтому мужчина должен свою похоть контролировать. Распорядок дня для женщины. Отвечается от сказанного вами? Распорядок дня для женщины? Да, поблажек. Нет, никакие поблажек. Какие поблажки? Вот ребенок родился, и никакие поблажек не будет. Через каждые три часа нужно подниматься, кормить его. Каждый день купать. Какие? Никакие поблажек. Муж пошел с тебя на работу, отдыхает там. А у него никакие поблажек. Тяжелый труд. Нет, нет, вы должны готовиться. Готовиться преодолевать трудности. Не ищите легкой жизни, это невозможно. Но не говорим сейчас ничего легкого. Это трудно все делать для нас. Для нас пока трудно. Когда уже усвоите, это легко. Естественно. А процесс усвоения будет нелегкий. Ведь нам нужно всю природу изменить. Воля нужна. Вера нужна. Без веры как? Где силы найдем? Вера это и есть источник счастья. Да? Скажите, пожалуйста, если четко, если личная, или индивидуальная вещь, то будет ли тебе введение в магазине, например, отправлено? В магазине важно, и между ним не пользовался. Ты просто перезведи и продавец. Это не важно. Ну, а если вы хотите, можете сами сделать. Какого-то материала, которого хотите. Это тоже можно. Ну, это хорошие четки. Это из священного дерева. Извините. Духовная практика с заботой с младенцем. Можете в этом случае без чего-то повторять мантру. По часам, по времени. Что на руках ребенок может быть. Но благоприятность, если он будет слушать эту вибрацию тоже вместе с вами. Киртан-до. Да, да. Дети слушают. Также музыку какую-то эту хорошую. Потом общение родителей он чувствует очень хорошо. Ребенок воспитывается. Звуком тоже, средуэт, асферу от впитывается. Очень хорошо. Если помогают мужики, можете? Можете. У нас есть записи. Хорошие записи повторяйной банды. Если женщины были отношения с мужчиной, можно ли очиститься от этих впечатлений, чтобы создать семью полноценную, чтобы была счастливая семья? А очистить означает эту самскару, этот отпечаток, который остался от прежних отношений. Нужно смыть более сильные самскары. Более сильными отношениями. Это самскара. Самскара – это санскритское слово. Это отпечаток. Все, что мы слышим, отпечатывается в сердце. Самскара называется. Есть сильные отпечатки очень. Есть поверхность отпечаток. И вот, если девушка общалась с каким-то мужчиной близко, до брака, это самскара сильное в сердце. Это связь пожизненная, фактически, память остается. И говорите, что в ведах, что женщина только один раз может сердце отдать полностью. Второй раз повторить не сможет. Но, есть одно но. Если вы получаете духовную самскару, это трансформируется. Мантра. Это опять то же самое. Та же сам практика. Мантра. Вы должны получить божественное откровение. Как, например, в одно время в Америке исцеляли алкоголизм определенной дозой ЛСД. В отделе ЛСД, определенную дозу, у человека были видения. Он видел сатану, Бога, добро, зло. Вот это такие трансцендентные видения их называли. И он раскаивался в своем пьянстве, в своих пороках, плакал. И больше никогда не касался алкоголя. Он становился наркоманом. Ну, то есть, это пример того, как самскара перебивается в другой самскар. Видите? Но более сильно. Это такой, может быть, плохой, вот верный пример. Но здесь вот позитивно мантра. Хорошая мантра нужна. И когда вы заплачете о прошлых поступках, считайте, что сердце очищено. Когда из сердца слезы польются, считайте, что очистились. Правильно, строгих правил нет. Это маха мантра, строгих правил нет. Это для каждого доступно, человек. Никакой специальной подготовки не нужно. Если отношение двух людей, один из них, первым, общается из чувства вины. Как правильно выйти из этого и оздоровить? Можно ли это отношение? И чувство вины, если общается человек с другим, как оздоровить эти отношения? Взаимным служением, исполнению обязанностей. Все оздоровляется. Общение без долга, без обязанностей, без служения, оно сентиментально. Вот это называется сентиментально. Чувство вины – это сентимент, определенное чувство. И все. А вот, допустим, вы виноваты на работе, совершили ошибку какую-то, начальник не на воле. Ну, продолжите работать просто, и все очищается, и все нормально. Не так. То есть обязанности должны быть какие-то. Каждый совершает ошибку, мать может совершить ошибку, но она все равно идет готовить, и готовит пищу. Ее могут обидеть дети, или муж, но она все равно идет готовить. Обязанности остаются, они восстанавливаются. Ну, не будет ли насилием со стороны первого, а продолжать наставить на общение ее? Не будет ли вот это насилием, что этот человек не хочет общаться, у него есть чувство вины, что он обидит этого человека? Я об этом и говорю, что нужно служение какое-то, не общение, а служение. Общение – это следствие служения. Либо это чувственное наслаждение причины общения, либо следствие служения, долго. Об этом подумать. Если муж и жена повторяют вместе мать, не в один голос, не обязательно санкровно. Просто рядом находиться, вместе повторять мать. Мешать друг другу? Муж и жена? А, ну, если они уяснят, кто дом и хозяин, таким образом, конечно. Они повторяют, бромка это означает, я хозяин, я хозяин, я хозяин. Если такой менталитет, они будут мешать друг другу. Вчера затрагивался вопрос о детях, что ребенок не ест мясо, там. А как дальше быть с ребенком в детском саду, в школе? Хороший вопрос. Дереги своих детей. Не отдавать в школу? Если там кормят мясо. Либо с собой давать какую-то пищу, либо предупредить, познакомиться с учителями, перестать в класс к детям, рассказать. То есть это очень хорошо. Защитить ребенка необходимо. Наш долг родительский. Моя дочь никогда не ела мясо, мы заботились об этом, закончила школу и институт. Она с собой брала, да, еду? Что-то с собой, да. И знали. Моя жена приходила в школу, общалась с учителями, с детьми. Все было открыто, хорошо, с уважением. Нашли хорошую школу для нее, то есть мы пытались исполнить свой долг перед ней. Она нам очень благодарна за это. Спасибо. Попрошу вас не расходиться. У нас тут есть хорошее объявление, как раз-таки в продолжение ваших вопросов. Сейчас выйдет один из руководителей Центра по развитию. Чудесная мама, правильно вы называете? Да? Сейчас все расскажет вам. И пригласит. Спасибо. Спасибо.